Монго Столыпин уверен, что его жена беременна от Петра Черкасова. Мать Петра Евдокия требует, чтобы он женился на Ксении. Адам Черторыйский, которого Александр вернул из ссылки, добивается, чтобы Елизавета ответила на его чувства. Петр находит тайный дневник графа Палина и разоблачает его перед императором Александром. Ольга убеждает Петра, что Монго – единственный мужчина, которого она любит. Петр передает графу Палину высочайшее повеление покинуть Петербург. Дарни клянется уничтожить Петра. Черторыйский целует Елизавету, их застает Александр. Петр узнает, что Александр увлечен госпожой Монго Столыпиной и решает, что Ольга стала любовницей императора. Он в отчаянии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пора сменить стратегию и брать уроки у вашего мужа. Это вам не поможет, потому что вы не умеете слушать. Я люблю своего мужа и никогда никого другого я не полюблю. Вы не любите его. Вы поцеловали меня и позволили поцеловать себя. Адам, это была минутная слабость. Вы взяли меня измором. Это ничего не значит, да? Адам, уходите, вы не в себе. Нет, это ничего не значит. Субтитры создавал DimaTorzok Номер первый. Император Александр Павлович Двадцать четыре года. Митрополит Платон сказал о нем в проповеди. Смотрите, православные, каким Бог наградил нас царем. Прекрасен и лицом, и душой. Мы, вы не так поняли, государь. Адам, я... Я вошел без стука, это моя вина. Ну, впрочем, это даже смешно как-то. Саша! У вас особое чувство юмора, Ваше Величество. Недоступное нам, обычным людям. Как, впрочем, и многие другие ваши чувства. Лично я не вижу ничего смешного, что в том, что сейчас произошло между нами. Адам, ну почему же вы так серьезны? А? Что здесь произошло? А что здесь произошло? Это обычная сцена из фарса. Лиз, прости, я... Прости, ну я не... ну не знал я! Я вошел не вовремя, прости. Что? Все, что вы нам скажете? А что я вам должен сказать еще, Адам? Вы... Вы же не можете... Просто взять и уйти. Почему? Возможно, вы... Выше всего этого, вы лучше нас, но... Это бесчеловечно. Вы хотите сказать, что я ничего не чувствую? Ты же первый отдалился от меня, Саша. Да? Это была ваша излюбленная игра. В доверии и дружбу. Я никогда не делал тайны из своих чувств! Ты не хотел меня услышать. А я ждала. И я устала. Друзья мои, вы, кажется, устраиваете мне сцену. Да? Другими словами, вы хотите сказать, что это я виноват! Неужели вы не понимаете, что... мучили нас и себя? Ваше Величество, вы не сможете всегда делать вид, что ничего не происходит. Да. Я... просто оказался... не готов. я должен... все это очень неожиданно. Я должен... понять, что мне сейчас делать. Как мне быть? Молодой император, загадка для всех. Возможно, коварен и дальновиден. Дабы иметь влияние на Александра, необходимо тщательно изучить его характер. Номер второй. Князь Адам Черторийский. Думает только о Польше и об императрице. Номер третий. Граф Роман Монго Столыпин. После изгнания графа Палина наше доверенное лицо в Петербурге. Ахиллесова пята графа Роман Евгеньевича его жена. Нет, я хочу рассказать тебе. Ну, я не хочу. Я не хочу знать подробностей. Ты не хочешь ничего знать обо мне? Ну, я же твоя жена. Ты не хочешь знать о моих чувствах. Роман, мне плохо. Я больше не могу справляться с этим однажды. Выслушай меня. Боже мой, ну как же ты не понимаешь? Я не хочу выслушивать грязные подробности твоих отношений с другим мужчиной. Ты не хочешь знать правду, потому что ты думаешь, что знаешь ее? Я знаю тебе все. Нет. Нет, ты выслушаешь меня. Я буду ходить за тобой и говорить тебе до тех пор, пока не выговорюсь. Если ты не захочешь слушать и заткнешь уши, я буду кричать на весь дом. И пусть все слуги узнают грязные подробности моих отношений с другими мужчинами. Молодая, красивая, но изюмчик в другом. Там, а это, ждет от него ребеночка. Так ему и сказала. Пожалуйста, не мучай меня. Я и так знаю больше, чем должен знать муж на моем месте. Ты ничего не знаешь. Милое дитя. Как же ты? Я никому, никому не дам тебе победу. Никому. Я не обвиню тебя ни в чем. Всю твою вину я возьму на себя. Но я ни в чем не виновата. Моляю. Не надо больше лжи. Я не хочу. Графиня Ольга Монго-Столыпина. Очаровательная молодая дама. Сирота. Воспитана в деревне глухонемой бабушкой. Монго-Столыпин забывает обо всем, когда дело касается Ольги. Это необходимо учитывать при работе с ним. еще один человек, для которого Ольга центр вселенной. Чиркасов, послушай. Петр. Оставь его в покое. Видишь, в каком он состоянии? Вижу. Его нужно вывести из этого состояния как можно скорее. Каждый человек, как и тварь, имеет право побыть наедине с собой. Нет, один. Да он не один. Каждый человек. Слышишь? Может, есть что-то. Он с кем-то разговаривает? Какого-то и девушку. А давай его окатим ледяной водицей. Это Квасю Шуковского из похмелья выводит. Толстой. Он страдает не от похмелья, он страдает от предательства. От предательства страдают только барышня. А Чиркасов у нас кавалергард. Поэтому единственная причина для страдания может быть похмелье. От этого Платон Толстой знает изумительный способ. Давайте выпьем, господа меланхолики. Послушай, Чиркасов, твое горе можно понять. Но согласись, на свете столько войн, столько бессмысленных смертей, измен. Что твое горе по сравнению... Измен. Горе, измен. Я сказал, войны смертей. Отстань от него, Мишель. Ты не можешь служить такому императору. Он всех предает. Тебя, Ольгу, что тебе еще нужно? Не слушай его. Пошли его к лешему. Скажи, пошел ты к лешему, Мишель. Пошел ты к лешему. Император, которого ты так боготворил, Черкасов предал тебя. Я не могу служить этому императору. А что такого? Сделал император. Зовел себе любовницу. И что? У покойного императора Павла он тоже была любовница? И ничего. Мы же ему служили. Это не одно и то же. Это не касалось ни меня, ни моих друзей. Если честно, это касается только Монго Столыпина. Мне его не жалко. Тебе его жалко? Тебе его жалко? Ты знаешь, этот вопрос сразу... А мне его не жалко. У мужа хорошенькой женщины должны быть рога. В этом его общественная польза. Иначе зачем нужны мужья хорошеньких женщин? Вот. Глубокая мысль. Точно. Я понял. Император не виноват. Я знаю, кто виноват. Ты прав, Толстой. Ты прав. Петр Черкасов. Открыт, честен, с развитой интуицией. Поступки его непредсказуемы. Логически мыслит, внушает доверие, пользуется успехом у женщин. Самый многообещающий, вербовка его будет нелегкой, но стоит любых затрат. Вы самые близкие люди для меня. Были. Да, я видел, что эти люди нравятся друг другу, но только так же, как они нравятся мне. Я дал вам свободу, наивно полагая, что вы не позволите себе ничего лишнего. Я был уверен в этом. Саша, у меня не было тайны от тебя. Я не хотел быть тираном. Я дал вам свободу, наивно полагая, что вы оба уважаете меня. Не потому, что я император. Государь, я готов принять от вас любое наказание. Эти сплетни, которые твердит весь двор, эти поцелуи у меня за спиной. вы не думали, что делаете мне больно, а мне больно. Саша, прости. Лиза. Мой отец говорил мне, что наша покойная девочка от черта Рыського. Ваше величество, вы верили сплетням? Как же ты можешь? Батюшка из любви предлагал мне любой способ расправы над вами, Адам. На выбор. Ну, а выбор в России в то время, как вы понимаете, был большой. Вы император и можете сделать все, что пожелаете. Россию любят пытать и наказывать. Я готов. Что полагается за один единственный поцелуй? Четвертовать, колесовать, повесить, обезглавить, посадить на кол, как при Ване Грозном, розги польскому пану, как мужику. Ну, я подумаю об этом, князь. Ну, все. Простите за каламбур. А чем вы любите заниматься после занятий любовью? А вот после занятий любовью я люблю заниматься сплетнями. Расскажите мне что-нибудь свеженькое. Из дворцовых сплетен? Так. Свежих только две. Ну? Первая об ее величестве Елизавете и князе Черторыйском. Боже мой, да это сплетня давно протухло. Так, какая вторая? Вторая об императоре Александре и его новой любовнице. Новой? Неужели император завел новую любовницу? Бедняжка, мы так переживали за него. Интересно, кто это, счастливица? Ольга Монго-Столыпина? Ой, боже мой, Ольга Монго-Столыпина. Это все старое, это всем известно. Кстати, я знаю эту девочку. Она была подругой моей дочери, а замуж вышла за моего любовника, боже мой. А теперь стала любовницей Александр. Я не перестаю восхищаться ее хваткой. Что тебе? приехали Евдокия Дмитриевна Черкасова и ваша дочь Варя Ландская. Прикажете проводить их к вам? Куда? Да, дура, а ты, а пусть они там ждут. Господи, вставайте, вставайте. А вы познакомите меня с дочерью? Считайте, моя спальня подходящее место для знакомства? Спальня? Лучшее место для знакомства. Нигде не узнаешь человека? Так хорошо. Так, быстрее одевайтесь, живее. А я скажу, что я ваш слуга. Какой слуга? А у слуги нет такой наглой рожи. Слуга. Не прогоняйте меня. Так, что? Мне было так хорошо с вами. Полезайте к вам окно. Ну, живее, живее, живее. вот по тому бордюру пойдете прямо направо до угла. Только ради бога, не делайте лишних движений. Одно неосторожное движение, вы запятнаете всю мою репутацию. Любовь моя, ну, здесь же так высоко. Ну, что ж поделаешь, хотели бы пожертвовать жизнью ради меня, вот рискуйте, дерзайте. Вперед. Рубашку возьмите! Ну, все. Я все понял. Какой же я был дурак. Если можете, простите меня все, что я тут наговорил. Платон Платоныч, Михаил Алексеевич, простите меня, ради бога. Вот. Пошел на поправку. Молодец. Друзья. Давайте выкинем из головы что тут Копинскую чушь. Что вы тут наговорили? Император здесь ни при чем. За здоровье императора. Как сказал наш метрополит, христиане, он сказал, Господь дал нам у царя красивого и душой и лицом. Ну, и хорошо сказал. А я как-то... Молодец. Отлично сказал. Отлично сказал. Петя, за здоровье императора. Прости, а кто же виноват тогда? Кто? Кто? Оленька, мой чистый ангел. Да, ты действительно не в себя. Она фаворитка его императорского величества. Ты только вдумайся, фаворитка. Она сама сделала выбор. И кто бы... Это не она сделала выбор. Это он сам сделал выбор. Его величество, Александр. Кто бы на ее месте отказался. Ты только подумай, кто и, конечно же, меня самое главное, что предупреждала маменька, давно еще в деревне предупреждала. Но я был близорукий дурак. Да, ты действительно плохо видел. Как говорит мой денщик, пока курочка им не хочет, кочет. Друг мой, сейчас ты совсем ослеп. Да, если ты не видишь очевидно, то я не знаю, что и делать. А чьи милости мы попали в Петропавловскую крепость? По милости Александра. Нет. Кто нас забыл оттуда вытащить? Его величество. Кто направил против тебя Палина? А? Опять же Александр? Он использует тебя, а ты несчастный ревнивый дурак. Не видишь даже дальше собственного носа. вам прекрасно известно, Адам, что я не варвар и не самодур. Я верил вам. Ты испытывал нас? Да. И вы не прошли мое испытание. Вы оба мое прошлое, а я... я не могу, ваше величество. Поймите меня, ваше величество, вы... вы прекрасны как греческий бог. Вы... вы добры, вы чутки, вы умны, вы... вы идеальны. Вами восхищаются, вас боготворят. И я тоже, но... Но? Я так хотела бы ответить на ваши чувства, но это невозможно. Я не могу нарушить брачный обет. Обет, данный перед лицом бога. А я теперь не один. Это несправедливо. Ты говоришь о другой даме. Это жестоко. Ты ведь сам. дама, в которую я влюблен. Она хранит верность своему мужу. И я восхищен ей. Не всякая женщина способна отказать императору. Если и есть верные жены, то только среди русских женщин. Их так воспитывают с детства. ну а вам, ясновельможный пан, я хочу сказать, что впредь я буду стучаться, если я осмелюсь сюда зайти. В чем я сомневаюсь. Спасибо. он добр к нам, но почему мне страшно. вам, лис. Мне хватит сил справиться со всем этим. Желаю удачи. Благодарю. Если вы уедете из России немедленно, я преподнесу вам один подарок. Я отдам вам Ксению. Я уйду из ее жизни, она снова вернется к вам. Я покидаю Россию. Меня ждут в Ватикане важные нетерпящие отлагательств дела. Значит папа умрет все же от отравления? Скажу одно, поручение ответственное. Да и погода там не в пример лучшем петербуржской. Ксения, один вопрос. Вы поедете со мной? тупой. Хорошо. Я готов тебя выслушать. Только не волнуйся. Тебе вредно волноваться. Это было так. Я сидела за работой и вышивала, а тут пришел человек. Человек Черкасова. Он сказал, что у вас дуэль, у тебя с Черкасовым. Что за бред? Не было между нами никакой дуэли. Я спросила его, как мой муж. Он сказал, с ним все в порядке, а Петр Иванович тяжело ранен. Он умирает и до утра не доживет. Это что, я его ранил на этой выдуманной дуэли? Нет. Он дал мне письмо. Письме кровавое пятно. И Петр просит меня приехать и проститься. Я поехала. Как я могла не поехать? Конечно, как же ты могла не поехать? И дальше, я так понимаю, началось самое интересное. Не было между нами никакого поединка. Нет, нет, слушай дальше. Он обманул меня, он не был ранен. Нетрудно догадаться. Ты не знаешь самого главного. Он просил меня уехать, бежать с ним куда угодно. Ну, отчего же ты не уехала? Почему ты здесь и мучаешь меня? Или ты ждешь моего благословения? Нет, Роман, постой. Да слушай меня, я тебя умоляю, не уходи. Роман, ну постой. Даже если ты не хочешь меня слушать, что мне остается делать? Мне трудно слышать эти твои признания. Ну как? Как ты не можешь понять это? Я тоже хочу, чтобы мы друг друга понимали. Дитя мое. Все. Я готов. Я готов тебя простить. Простить, за что? За что? Ты согрешила. И мне нелегко будет жить с этим. Но я постараюсь никогда впредь тебя не упрекать. Знаешь, иногда мне кажется, что все наши сцены взяты из какого-то французского романа. Увы. Кто бы мог подумать. Но наш брак не со страниц французского романа. Это реальность, которая происходит с нами. Со мной. Знаешь, ты самый загадочный человек, который я когда-либо встречала. Не понимаю. Как можно лгать с такими честными, прекрасными глазами? Как? Но Александр император. Наш человек от Бога. Нам его не понять. Но он человек. А человек имеет право на ошибку. Ты же знаешь, что он возглавил заговор против отца. Давай не будем сейчас об этом. Тихо! Нельзя! Нельзя! Если верить в все, что говорят, это глупо! Это, ну, это глупо! Зачем? А? Меньше. Говорят, что он не просто возглавил, что он собственноручно взял... Да прекратите! Поручик! Хоть и в отставке! Это и есть его выбор. Убийство отца. Хороший выбор. Что вы говорите? Он один! Как солнце! И на глазах у всех. Ему надо принимать решения! Я не могу. Я не мог бы на его месте. Вы меня удивляете. Почему же вы его защищаете? Я не понимаю. Что с вами? Прости, Петр, но именно он соблазнил твою Ольгу. Он. Ему просто расставили сети. Разве ты не понимаешь? Да, человек склонен ошибаться. Но человек имеет право на ошибку, да. Но у него есть выбор. Он может сказать да, может сказать и нет. В чем ты хочешь в обвинить? В чем я хочу его в обвинить? В том, что он полюбил Ольгу? Любой на его месте влюбился бы. Друзья мои, вы обезумели от любви? Да я люблю! Платон Толстой любит! Как он любит, Платоша! Взаимная любовь совсем другое дело. Любовь, это вид опасной болезни, хуже чумы, Платон. Да, да, здоровый сильный мужчина становится рабом своего желания, своей навязчивой идеи. Сначала он продаст имение, чтобы показаться богатым. Потом, потом он сделает все, все ради нее, потратит все за последние копейки. Да ну тебе! Ура, вы так говорите, Михаил Алексеевич. Что, кажется, что вы на собственной шкуре убедились в этом? Как-то мало. Когда же вы успели? Петр Иванович, я никогда не любил, никогда не любил и не полюблю, чего и вам желаю. Любовь надо, надо задавливать себе, а не бедствовать. Прав, Мишка. Вот, Мишка прав. Я тебе говорю, ты должен забыть эту Ольгу. Совершенно согласен с Платоном Платоновичем. Забудь Ольгу и ищи встречи с ней. М-м-м. Я? Да. Никогда искать с ней встречи. Слово кавалергарда? Слово кавалергарда? Слово. Молокосос. Что ты занолчала? Кто виноват? Может быть, я? Или твоя бабушка? Роман, я тебя прошу. Он играет с тобой. Ах, я смертельно ранен, я умираю. Неужели ты не понимаешь, что настоящие мужчины так не поступают? Это низко. Когда человек любит по-настоящему, он совершает глупости. Кажется, тебе это неизвестно. А ты хочешь, чтобы и я бегал за чужой женой? Оказывается, именно это тебя привлекает в мужчинах? Нет, я хочу, чтобы ты бегал за своей женой. А я и бегаю за своей женой. Именно это я и делаю. Как же я тебя не замечаю? Конечно, а ты же в это время бегаешь к своему Черкасову. Ты за ним, я за тобой. И когда-нибудь я убью вас, потому что в моем возрасте особенно вредно быстро бегать с ветвистым украшением на голове. Господи. Ксения, посмотрите, что с вами происходит. Я потеряла разум. Я позволила разбить мое сердце. Ты не виновата. Ты ни в чем не виновата. Это всего лишь петербургские туманы, серая вода, болотные миазмы, которыми пропитан воздух этого города. Но я отдала Петру дневник моего отца, его тайные письма. Ради этого мальчишке я предала его. Я позволила расправиться с самым дорогим мне человеком. Учитель, когда говорил мне, что в России здоровая атмосфера, ошибался. Россия очень нездоровая страна. Со мной тоже здесь происходит что-то странное. Я не должна была всего этого делать. Он переиграл меня. Он выгнал моего отца и стал доверенным лицом императора. Это все, что он хотел. Я понимаю это. Ксения, ты больше его не любишь. Ты ненавидишь его. Это чувство гораздо сильнее, чем любовь. Ты была несчастна в этой стране, Ксения. Ты была несчастна в России. Но есть много других стран. Там все будет по-другому. Ты поедешь со мной? Я должна быть сильной, чтобы возродиться после того, что со мной было. Дарни, вы поделитесь со мной частицей своей силы. Ксения. Угу. Я живой. Я так давно не была в Петербурге. Я даже забыла, что это такой огромный город. Ой, да что ты, большая деревня. Одни и те же лица, одни и те же разговоры. И ничего не происходит, ничего не меняется. Как? Что ты так многое изменилось? Я даже твою улицу не узнала. Ну, Варя, ну что у тебя такой хмурый вид? Вот уже чем-то недовольна. Просто мне скучно. Скучно, может быть, у вас в деревне? Да у меня в деревне осталась вся библиотека, а здесь, наверное, нет ни одной книжки. Боже мой, боже мой, зато здесь ты увидишь массу интересных людей. Ну да. Мужчин. А каждый мужчина, это же непрочитанная книга. Можно читать, перечитывать и даже делать заметки на полях. Глаж, ну что ты? Да нет такого мужчины, который был бы интереснее пьесы Шиллера. Ой, что это? Мужской чулок? Никогда ничего не понимала в мужских чулках. Фу, это катать сбрось. Откуда тут может быть мужской чулок? Да. Горничная, это, наверное, ее. Выкинь это, фу. Убирается, и после ее уборок можно найти все, что угодно в доме. Да, да. Ой, нам надо распаковывать вещи. Сейчас мы распакуем твои вещи, и я тебе расскажу, зачем я попросила тебя привезти. Это сюрприз. Ну что? Что? Лучший друг императора. Каково быть застегнутым врасплох с его женой? Он сам виноват. Это он открыл ваши двери для меня. Он разрешил видеться с вами. Он надеялся, что я устаю против вашего обольщения. Я тоже надеялась. Клянусь, на его месте я не подпускал бы вам никого, ни одного мужчину. Я не виновал бы вас каждому взгляду. Прекратите, Адам. Неужели у вас не отпала охота нести весь этот вздор? Нет. Мои чувства к вам это не вздор. А император, я всегда чувствовал, что в сущности мы безразличны. Уж поверьте, Адам, пока вы не появились и не встали между нами, он не был безразличен ко мне. Это вы во всем виноваты. Он шел, чтобы примириться со мной, а вы... Не надо, Лиз. Не надо во всем винить меня одного. Да, я был ваших мок. Мы решали все вы. Лиз, вы сами. Вы знали, что я примчался в Петербург только ради вас. Я свободен. Вы все, что удерживает меня в России. Я не давала вам никаких обещаний. Существует много, много способов объясниться без слов. Вам достаточно было дать мне знак, а я уехал бы навсегда. А разве я намекала? Я говорила, что я люблю Александра. И что я жду, когда он опомнится. Да. Вы ждали. И я ждал. Но он только одолелся. А я сгораю от страсти к вам. И главное, вы готовы ответить на мои чувства. Я это знаю. Адам, что же вы делаете со мной? Это не я. Хоть мылена любовь. Она истинный властитель вселенной. Я не властен над своим сердцем, так же, как и вы, признайтесь. Да. Мое сердце, кажется, уже разбито. Ну, нет. Разбитое сердце не может биться так громко. Пока вы слушаете мое сердце, он, быть может, слушает то, о чем мы говорим. Он слишком горд для этого. Я думаю, он пожал к своей прелестной даме, которая вернула его к жизни. Забудем о нем. Это счастье, что он все знает. Нам больше нечего бояться. Я боюсь. Любимая моя дорогая чудная, Реда я не может лицевечна. К черту, страхи, обязательства. Я человек, и я не могу больше ждать. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Оленька Николаевна. Это снова я, ваш сумасшедший друг Петя. Я же запретила тебе приходить. А я непослушный. Как здоровье дорожайшего супруга. Жив еще. Как самочувствие, как настроение. У него все хорошо. Конечно. Такое повышение по службе. Он вас поблагодарил за это? А при чем здесь я? Мой муж умный, достойный человек. Неудивительно, что император ему доверяет. Только всем известно причина этого доверия. Что вы имеете ввиду? Объясните. Ах, Ольга Николаевна. Вы самая большая притворщица из всех женщин. Господи, почему вы все меня мучаете? В чем мой обман? А почему других любить можно? А меня нет. Петь, я клянусь тебе всем, что у меня есть дорогого. А в тебе вообще хоть что-то святое осталось? А? О боже мой, вот какая ты, Варя. Никогда на тебя не угодишь. Вот на все у нее свое мнение. Несколько раз подумаешь, прежде чем везти тебя в приличный дом. Я и сама не пойду. Варя, не дерзи. Просто я не хочу вас, маменька, опозорить. Вы же у нас красавица. Да, а я? Одета не по моде. На все имею свое мнение. Ведь вам это так не нравится. Я просто не могу смотреть на этих всех модно одетых бездельников. Боже мой, вот прям уже против мода выступила. Да я не против моды вообще. Я против той моды, которая у нас модой зовется. Мода на безделье, мода на светские сплетни, мода на пустую жизнь. Так жить скучно. А наблюдать такую жизнь еще скучнее. Боже мой. Ты как бы вот это другим-то не говорить, аж замуж никто не возьмет. Лучше подумай, в чем будешь сегодня гостя встречать. Какого гостя? А вот это и есть. Тот сюрприз, о котором я тебе сегодня говорила. К нам сегодня приглашен граф Бельский. Это который Бельский? Тот самый, тот самый. Варвара, ты счастливица. Нет, но он очень достойный человек. Но он же... А, он отдавел. Варенька, но он еще полон сил. А при чем здесь я? Ну, как, при том, что он меня уважает. И просит твоей руки. очень интересно. А что этот граф Бельский, меня он не хочет спросить? Нет, ну а зачем? Нет, ну он спросил меня. Я согласилась. Папа... Подожди, я не могу. А нет, ты можешь. Ты можешь. Ты уже решилась. Ну, не будем мучить Ртуга. Пусть хотя бы будет за что страдать. Отдам я не могу. Я всегда этого боялась. Пятная моя. Как ты была одинока. Ты не знаешь, как я тосковал по тебе. Отдайся жизни. Мне показалось, что вокруг зима. Когда не видел я тебя, мой друг. Какой мороз стоял, какая тьма, какой пустой декабрь царил вокруг. Показалось мне, что все плоды земли с рождения удел сиротский ждет. Нет в мире лета, если ты вдали. Нет тебя и птица. Она уехала. Адам, подожди. Как же мы... ой, какая мука эта память. Я не понимаю уже, что было, а что только мои мечты. Мне чудится, что мы уехали с Петром. Что я родила ему сына. Стала хорошей женой. Что он любит меня так же. Нет, сильнее, чем эту Ольгу. Я помню его руки, его губы. Я чувствую его поцелуи, его объятия. Боже, какое наваждение. Есть прекрасный способ избавиться от этого. Какой? Уничтожить причину воспоминаний. Тебе скверно от того, что мне хорошо. От того, что я вышла замуж за другого. Ты митишь светские любвицы. Петя, это очень хорошо получается. Ты стала как опытная актриса. Ты скрываешь свои чувства. Петя, я не понимаю твоих намеков. Я не понимаю, что ты говоришь. Тебе надо прямо указать на твои пороки. Они, правда, ничего не отпечатались на твоем лице. Но ты можешь обманывать кого угодно, только не меня. Потому что я тебя слишком хорошо знаю. Если бы ты действительно меня знал, ты бы не обвинял меня. А если бы ты действительно была как прежде, ты бы не отдалась императору. Да как ты смеешь? Обо мне, государь, ты совсем с ума сошел? Петя! Нет, я вас ненавижу. Я презираю вас. Я не могу вас видеть. Это все гадко, мерзко, пошло, отвратительно. Ольга! Вы слишком далеко зашли, Чакасов. А если бы ты действительно была как прежде, ты бы не отдалась императору. Да как ты смеешь? Обо мне, государь, ты совсем с ума сошел? Петя! Нет, я вас ненавижу. Я презираю вас. Я не могу вас видеть. Это все гадко, мерзко, пошло. Ольга! Вы слишком далеко зашли, Чакасов. Ольга Николаевна, я приказываю вам уйти. Немедленно пойдите в свою комнату. Роман, остановись. И не смейте выходить оттуда до моих дальнейших распоряжений. Ваша жена ни о чем не знала. Я пришел сам. Месье Черкасов говорит правду. Я не знала, что он придет. Правды было предостаточно. Роман, я умоляю, дай ему уйти. Вы боитесь за своего любовника? Что бы она ни сделала, ни... Жена, да убоится мужа своего. Кого Господь соединил, человек да не разлучит. Ваша набожная матушка в деревне не научила вас этому? А напрасно. Роман, я тебя умоляю. в моем доме я волен говорить и приказывать. Я ваш муж. Вы забыли об этом? У меня есть способы вам об этом напомнить. Оставьте нас. так вы говорите, объявились без приглашения. Тем лучше. Вы мне надоели, Черкасов. Я помню его руки, его губы. Я чувствую его поцелуи, его объятия. Боже, какое наваждение. Есть прекрасный способ избавиться от этого. уничтожить причину воспоминаний. Но как это сделать? Это уже происходит. Он убивает себя сам. мы уедем. Ты возродишься. Забудешь свое предательство, падение. Как я жажду этого. И ты отомстишь Петру, человеку, посмевшему встать на пути нашего братства. Человеку, который унизил тебя, заставил предать собственного отца. и ты не промахнешься. Это единственный выход. Какой пустой декабрь, царил вокруг. Казалось мне, что все плоды земли с рождения удел сиротский ждет. Нет в мире лета, если ты вдали. Нет тебя. И птицы не поют. Адам, подожди. Адам, подожди. Адам. Забудь обо всем. Не думай, тебе не в чем себя винить. Ты не виновата, мы не виноваты. Это любовь. Я не могу, не могу. Что? Что с тобой? Я что-то… Я напугал тебя. Я люблю его. Да, я люблю его. Я люблю только его. Александра. Своего мужа. И я ничего не могу с этим поделать. Ну, стреляйте уже! Я вам только благодарен буду. Я бы с огромным удовольствием сделал это. Но, к сожалению, ваша смерть не пройдет незамеченной. Я никогда не унижусь, чтобы тайком под покровом ночи топить в Неве ваш труп. Убирайтесь прочь. Опять насмехаетесь надо мной. Я не могу вас убить. Я даже не могу позвать слуг, чтобы они вышвырнули вас вон. Я не хочу огласки. Я не уберег честь моей жены. Но, по крайней мере, я спасу свою честь! Да я только с Ольгой пришел объясниться, и все, и все. Вам что, не хватило времени у вас на квартире? Она уже все рассказала. Замечательно. Я знаю все. И хочу заметить, я не принуждал ее открыть правду. Но, напротив, она сама желала облегчить свою совесть. Ну, хорошо. Хорошо, я виноват. Но я виноват только перед Ольгой. А вас это не касается! Не касается это вас! Что? Вы ошибаетесь, Черкасов? Пока наносит мое имя, меня касается все, что с ней происходит. Правильно. Все беды Ольги только из-за вас. Она катится в пропасть, и вы в этом виноваты. Как вы смогли убедить ее, что разврат ради вашей пользы – это благо! Я вас ненавижу! Ненавижу! Ненавижу я вас! Еще одна секунда, Черкасов. И я забуду про условности. Так, садись, милая. Нам надо с тобой серьезно поговорить. Значит так. Сегодня к обеду ожидается граф Бельский. Маменька, я решила воздержаться от обеда. Просто мне будет стыдно появляться перед женихами такой деревенской пышкой. В Петербурге ведь любят худых и прозрачных барышень. Ничего. А граф Бельский любит здоровую красоту. Значит так. Ты должна произвести на него благоприятное впечатление. Он глуп и, в общем, он любит поболтать. Нет, нет, ты не пугайся. Это ничего, когда муж глуп. Так о чем же я с ним буду разговаривать? Боже мой, ну о чем угодно. На любые темы ты же умница. Например, о музыке. Хорошо. Хотя музыке не надо. Своими познаниями ведешь его в какой-нибудь конфуз. Может быть, тогда о литературе? Я думаю, не стоит. Да, еще не стоит. О физике, о химии, о математике и об астрономии. Я тебе запрещаю. Надо о чем-нибудь более простом, приятном. Наверное, о погоде. О-о-о, замечательная тема, погода. Да, и еще, ты все-таки спроси, как у него со здоровьем, ну, как он себя чувствует. Это очень мило, очень женственно. Значит, мода, погода. О, цветы, цветы, только какие-нибудь простые. Вот так вот, ромашка, незабудка. Это так, здесь впечатляет. Девушка, которая восхищается ромашкой. Ну, это очень мило. А лучше говори-ка ты поменьше. Ты лучше улыбайся. Ну, ничего, ничего, сойдет. Боже мой, слушай, а что там делать с твоими манерами, а? Так, мы быстро пойдем на кухню, и я тебе там покажу, как сейчас пользуются приборами. А вдруг я не успею запомнить? А ничего, сейчас в обществе, когда есть человек, который может опозориться, обычно говорят. А вы не стесняйтесь, у нас все запросто. Простите меня, Адам. Я не могу. Я действительно не могу. Я не предам своего мужа. В какую игру вы играете, Лиз? Вы и ваш муж. Вы измучили, истерзали меня. Где конец этой игры? Чего вы добиваетесь? Вы хотите превратить мою жизнь в ад? Так я уже в аду. Адам, я не хотела. Я сама не знаю, как это. А неужели вы настолько бездушны, что с такой легкостью играете моей любовью? Это не так. Я живу ради вас. Дышу ради вас. Сколько раз я рисковал головой, и что мне это принесло? Да. Я всего лишь игрушка ваших семейных забавок. Адам, это не так. Вы так подогреваете свою гасающую страсть? Я вам нужен, чтобы подогревать к вам чувства Александра? О, вы стоите друг друга. Ну, не молчите. Оправдывайтесь. Поносите меня, обвиняйте. Сейчас я не играла вашими чувствами. Я действительно верила, что я могу сделать счастливым хотя бы вас. Но, как видите, не смогла. Не смогла, потому что я люблю своего. Мужа! Будь он проклят! Любопытно. Значит, это я погубил Ольгу? По-вашему, я виноват в том, что она оказалась в таком положении. А вы, стало бы, здесь вовсе ни при чем. Почему же? Я виноват только в том, что позволил вам украсть свое счастье. Этого я себе никогда не прощу. А я не прощу себя, что оказался настолько глуп, что женился на этой женщине и дал ей свое имя. Значит, теперь вы сожалеете. Только теперь сожалеете, так? Довольно. Довольно! Конечно. Вы делаете все, чтобы я возненавидел женщину, которую любил. Кажется, вы добились своей цели. Мне уже безразлична ее судьба. Сейчас меня беспокоит только одно. Моя репутация. С каких это пор вас заботит ваша репутация? Кажется, до женитьбы она была вам безразлична. Когда-то вы заявляли, у меня безразлично мнение толпы. А сейчас боитесь, что моя любовь к Ольге бросит тень на ваше драгоценное имя. А на все остальное вы, конечно, закрываете глаза. Это вы о чем? Я вас не понимаю. Все вы прекрасно понимаете. Одно дело, когда за вашей женой ухлестывает какой-то там поручик, и совсем другое, когда это высокопоставленная особа. Перестаньте говорить загадками. Да какими загадками? Даже дураку понятно, что вы задумали. Ольга невиновна. Это вы толкаете ее в объятья императора. Да как вы смеете? Император молод, он любезен со всеми дамами, это все. Значит, вы даже ничего не замечаете. Что я должен был заметить? Меня связывают с императором государственные дела. Вы готовы отдать свою жену только для того, чтобы протиснуться поближе к трону? Да вы с ума сошли! Господин Монго Столыпин! Господин Монго Столыпин! Где бы вы ни были, что бы вы ни предприняли, вам от меня никуда не деться. что? Если вы еще раз осмелитесь явиться без приглашения, я прикажу слугам вызвать вас вон! Щенок! Оленька! Что же мне с тобой делать? Что? Вы, граф, не стесняйтесь, у нас все запросто! Граф, я так рада вас видеть! И я с превеликим удовольствием! Граф, вы, должно быть, жалеете, что ушла мода, которая была при императоре Павле. Отчего же? Париков теперь не носят! Варя! Маменька, ну вы же сами разрешили говорить про моду! Отчего-то Петруша задерживается? Мы с ним условились прийти вместе, но поскольку он сильно опаздывал, то я решил, что неудобно заставлять вас ждать. Это очень мило, что вы пришли. Я так хотела, чтобы Петр познакомил меня со своими петербургскими друзьями. Вот, Михаил Лугин, полковой товарищ моего сына. Очень приятно! Очень рад. А Петр, должно быть, вот-вот появится. Попробуйте вот еще! Яблочек и гуся. У моей Матрёны, вы знаете, у него все так великолепно получается! Благодарю вас! По правде говоря, я даже не могла рассчитывать на то, что вы посетите нас. Я знаю, что вы не всех балуете своими визитами. Я вас понимаю, граф, вам, наверное, трудно передвигаться. Варя! Отчего же? Изучив опухшие суставы ваших пальцев, я пришла к выводу, что вы страдаете от подагры и ревматизма. Просто Варя, она увлекается врачеванием, вы знаете ли, да? Я все время собираю травы и цветы разные, да, Варенька? Знаете, такая очень интересная наука, очень такая редкая и очень полезная, граф. И еще она слышно о вашей большой любви к природе. Да, в город я выбираюсь не часто. Имение, знаете ли, у меня большое, требует постоянного присмотра. На управляющего положиться никак нельзя, нужен глаз да глаз. И вот Варенька у нас, вы знаете, ну, совершенная домоседка. В тюрьме книжки, цветы, оранжереи, очень любит деревню. Кроме деревни ей просто, ну, ничего не нужно, правда, Варя? Угу. Ну, я забыла, как называются вот эти цветы? Ну, вот название которых, я все время забываю. Какие цветы, вы имеете в виду, маменька? Гибискус ядовитый обыкновенной и под чечерей удушливый и прободный? О боже мой, ну, ты не можешь. Ну, не важно, не важно, граф. В моем имении прекрасный сад и оранжерея. Все ездят на нее посмотреть. Непременно приглашу и вас, Варвару Петровну. Нам очень приятно. Немногословие украшает женщину. Я сам, знаете ли, поговорить не прочь. Да, о вашем красноречии среди дам ходят просто легенды. Ох уж эти мне дамы. Графиня Воронцова обожает поболтать со мной. Да, 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 вы ешьте, ешьте. И прочие другие тоже, да. А я, знаете ли, предпочитаю всему охоту. Вот вы, молодой человек, хорошо стреляете? Пока не жаловались. В моем имении охота отличная. Мало у кого есть такая псарня. Соколов держу. А уж как готовят мои повара после удачной охоты. Ой, вы знаете, я прям с таким нетерпением жду поездки в ваше имение. Одно только плохо, Аглая Михайловна. Ой, а что такое? Нет женской руки, женского приклада. Одиноко, знаете ли, без нежной, тихой женушки, готовой разделить с тобой все прелести сельской жизни. Вот, вот что меня печалит. Граф, вас должно печалить совсем не это. Варя. Нет, нет, Аглая Михайловна, пусть скажет. Ну ладно, пусть скажет. Мысли юных особ всегда свежи и оригинальны. Продолжайте, милые дети. О чем же мне следует печалиться? О вашей жизни. Вы подвергаетесь смертельной опасности. Что такое? На вашей щеке слеза. Слеза? Неужели? Слезы туманят и цели, и мысли. Это не обо мне. Ну, это прекрасно. Теперь я вижу прежнюю Ксению. Втреть не позволяет чувствам властвовать над собой. Разве с тобой такого не бывало? Я никогда не теряю свободу. А что такое свобода? Скоро ты снова почувствуешь ее вкус. И мне не придется объяснять тебе очевидное. Куда теперь? Перед отъездом из России надо завершить все дела. А что мне взять с собой? Все, что было у тебя здесь, пусть здесь и остается. В новой жизни я дам тебе все. Постой. Береги себя. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вы любите его и говорите мне об этом. Как вы можете быть так жестоким? Адам, не надо так со мной. Трудно найти женщину несчастнее меня. Можно найти мужчину, он перед вами. Вы, мужчина, вы не скованы условностями вашей жизни. Вы свободны. Вы будете свободны, если захотите. У вас еще все будет. Что все? Вы верите в то, что говорите? Простите меня. Как я мог подумать, что вы с вашим возлюбленным Александром люди? А вы не люди, вы демоны. Я прекращу это сегодня же. С тобой все в порядке? Он ушел? Да. И я предупредил господина Черкасова, что если он еще раз явится в наш дом, я прикажу слугам выставить его за дверь. Роман, ну я-то его не приглашала. Ольга, время уверений и оправданий прошло. А чего ты так говоришь со мной? Я не желаю всякий раз выслушивать одно и то же. Ты ни разу не дослушал меня до конца. Вы забыли, что вы моя жена. И мне придется вам это напомнить. Вы собираетесь меня наказать? К сожалению, вы уже не маленькая девочка. И для вас трудно найти наказание. Но обещаю вам, что если вы ослушаетесь меня, я прикажу, чтобы вас не выпускали из дому. Даже к родным? А как, по-вашему, я должен еще оградить свое имя от слухов? Вы несправедливы. Пусть будет так. Маркиз, почему вы так внезапно назначили встречу? Что случилось? Случилось то, что и должно было случиться. Я уезжаю. Куда? Если не секрет. И надолго ли? А, понимаю, понимаю. Вы, как всегда, окружены тайной. Ну что ж, счастливого пути. Скатертью, дорога, как у нас говорят. Только воздержимся от поцелуев. Да, я знаю об этой вашей русской традиции. Рабан Евгеньевич, вы знаете, как мы вас ценим? Вы, наша надежда в России. Покидая ее, я оставляю вас вместо себя. Большое. Я остаюсь один? Нет. Один вы никогда не будете. Каждое из братства часть целого. Маркиз, вы чего-то не договариваете. Вы не доверяете мне. Если это все, что вы готовы мне открыть, то я не согласен действовать слепой. Не надо так нервничать. Все, что вам надо будет знать, вы узнаете. Один план не сработал, сработает другой. План заставить Александра подписать указ о передаче власти графу Палина? Вы все прекрасно понимаете. Да. Ну и каков же ваш второй план? Необходимо привлекать в наши ряды влиятельных людей, молодые, энергичные головы. Наши принципы необходимо сделать модными, как модно сейчас в Париже круглые шляпы. Мода не постоянно. Мода – это начало. Наши принципы привлекательны, просты, безупречны, понятны любому, но начинать с толпы это глупо и бессмысленно. Необходимо начинать с самого верха, только так мы сможем достигнуть благо России. Ну и что же я должен делать? Запомните, ваше влияние на Александра должно быть безграничным. 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 Ну я знаю императора, это невозможно. У каждого человека есть свои слабости. Я знаю ваши. Найдите слабости императора. Кажется, вы уже знаете одну. Александру приятно общество вашей жены. Если это не ваша идея, жаль. Видимо, я слишком преувеличивал ваши таланты. Ну что ж, не стоит на этом опускать руки. Запомните, дорогой мир. Я никогда не буду впутывать в подобные игры свою жены. Жаль. Тот, кто умеет управлять женщиной, управляет миром. Оставьте свои пошлости. Ну, в любом случае, вы имеете влияние на императора. Он не знает, что вы участвовали в заговоре против отца. Он вам доверяет. Вы будете управлять императором, а мы станем управлять вами. Хм. Ну, это только звучит так страшно. На самом деле, вы даже представить себе не можете, как приятно чувствовать, что тобой управляет более мудрая сила. Это как основа любой религии. Да, дорогой брат, мы создаем новую религию, а вы не хотите взять в Новый Иерусалим вашу жену. Вы не от того ее защищаете. ба, это кто же к нам приехал? Сам Петр Иванович Черкасов пожаловал, удостоил старика. Вы все шутите, крестный. Какие шутки, доверенное лицо императора. Ну, проходи, садись, рассказывай. Да что ж рассказывать-то? Да рассказывать, собственно, и нечего. Как-то нечего. При дворе всегда что-нибудь интересное происходит. Такие шахматные баталии разыгрываются. Доволен ли тобой государь? Доволен. Вот и молодец. А как здоровье его величество? Лучше, лучше. А это славно, славно. Царь светил и в государстве порядок. Да. Ну, а ты-то что Петруша не весел, нос повесил. Настроение императорова улучшилось, а мое почему-то упало. Это почему? А вы, крестный, будто бы и не слышали. А что я должен услышать? Как весь двор говорит. Милостивый взгляд его императорского величества упал не только на меня, но еще на одну особу. Ольгу Николаевну Монго Столыпину. А вон она что. Ну, слышал, слышал. да, скоро вся наша деревня будет у государев в фаворе. Я тебе уже говорил и еще повторю. Забудь про Ольгу Николаевну. Она тебе нынче никто. У нее муж есть законный. Вот он пусть и печется. Креп повод есть. Да ему-то, крестный, как раз все это на руку. Он специально все это устроил, чтобы быть поближе к императору и увеличить свое влияние. Что ты выдумываешь? Что ты выдумываешь? Ничего я не выдумываю. Я насквозь его вижу. И не только я. Я подвергаюсь смертельной опасности? Что вы имеете в виду? Разговаривать и есть одновременно это очень вредно. Ой, Господи, Варя. Я читала в одной немецкой книге по медицине. В самом деле читала. Я бы вам ее принесла и показала, только она слишком тяжелая. Вот если месье Лугин мне поможет... Варя, ради Бога, не впутывай месье Лугин в своей шалости. Хорошо. Я без книги могу изложить вам суть. Там сказано, что человек, разговаривающий во время приема пищи, подвергает себя смертельной опасности. Все дело в том, что в горле человека находятся два горла. Не удивляйтесь, я сама это читала. Так вот, через одно горло в желудок человека поступает пища, а через другое горло человек дышит. Все это происходит одновременно. Но когда человек разговаривает и в этот момент еще и ест, тогда за разговором он может забыть, через какое горло он ел, а через какое дышал. И тогда может случиться страшное. Пища может попасть в дыхательные пути и болту задохнется. Аглая Михайловна, ради бога, я у вас засиделся. Меня ждут дела. Да и это и неудивительно засидеться в таком приятном обществе. Просто голова порой идет кругом от этих дел. Да, да, да. Я прошу меня извинить. Разрешите откланяться. Евдокия Дмитриевна, Варвара Петровна, мсье Лугин. Прошу извинить. Да. Варенька, как как ты жестока к матери. Это она со мной жестока. Неужели она и вправду хотела выдать меня за этого живого трупа? Ума не приложу, что бы я с ним делала? Медицинские эксперименты? Мисси Бельский добрейший души человек. Он даже не рассердился на тебя, а поверь, сделать это было совсем не трудно. Замуж не пойду. Только в театр. Совсем? Совсем не пойдете в театр? Ах, жаль. Мисси Огень, я прошу вас, вы, ради бога, простите нас вот за эту дурацкую сцену. Я покорен остроумением Вареньки Варвары Петровны. Варик, ну вот что ты наделала, ну что ты говорила? А что я такого наделала? Маменька, вы же сами сказали мне говорить с ним о моде, о цветах, о здоровье. Я специально подготовилась, а он забежал. боюсь, он никогда на мне не женится. Да. Ах. Я ненавижу эту страну. Я ненавижу Россию. я говорю вам об этом прямо. Вы ненавидите Россию и любите ее императрицу. Как же такое возможно, Адам? Вы заманили меня невозможным. пообещали мне неосуществимое, несбыточное. Я никогда не обещал вам любви Елизаветы. Вы обещали мне свободу Польши. Адам, вы сейчас очень взволнованы и можете сказать что-нибудь, о чем впоследствии пожалеете. о чем мне осталось жалеть? О чем мне осталось жалеть, кроме как о Польше? Благодаря вам я больше ни во что не верю. Зачем вы это сделали? Я проклинаю тот день, когда вы предложили мне свою дружбу. Ваши слова звучали так искренне, я не мог противиться. Я поверил каждое ваше слово. Я верил в ваши идеи. Ради вас я позволил убить своего брата. А Елизавета, вы говорили, что примите любой ее выбор и я восхищался вами. А сейчас я вас ненавижу. Ваше Величество, вы человек, который может сослать меня в Сибирь, колесовать или простить. Петр, я говорю тебе, как твой крестный. Выбрось этот ссор из головы. Цы не настоящая. Ты ведь счастливчик. Я? Конечно. Счастливчик. А ты посуди. Сколько молодых людей хотели бы быть на твоем месте. Тысячи, тысячи. Ну, чему тут завидовать, крестный? Да чему? А ты подумай, подумай, кем бы ты стал, если б женился и остался в деревне. Кем? Оброс бы сальцем, прятался от детей в кабинете, собачился бы с попом, гонял от скуки дворовых. Второй Неврев. Второй Неврев. И в деревне можно жить. Я бы нашел дело. Какой же ты неблагодарный. Дужья. Судьба к тебе благоволит. Ты молод, полный сил. Император тебя жалует. Не меня одного. Это все потому, что легко дается. Легко дается. не успел опериться уже во дворце. Не успел послужить уже в друзьях императора. Кто? Я? Да все вы такие нынче. Из молодых до ранее. Взять хотя бы вашего этого черторыйского. Смотри, ходит, как будто колб прохватил. Первый никогда не поклонится. Через губу никогда лишний раз не переплюнет. Гордец. Да он шляхтич с него ты что? Да в наши годы такого не то, что во дворец. На порог приличного дома не пустили бы, а стал бы дерзить в один миг. Сослали бы, куда макар телят не гонял. А я тут нынче, смотри-ка, советник императора в каком-то там новом комитете негласном. за какие такие заслуги, я спрашиваю. За какие заслуги? Значит, есть за что, крестный. За что? Ну, не знаю я. Вот то ты оно, что не знаешь. Не знаю. Но в наше время, чтобы получить место, надо было послужить, путь, соли съесть, послужить и покланяться и этому, и тому, и тому, и этому. Правила надо было знать и иметь уважение. Что это значит, крестный? Моя жизнь летит в тар-тер-р-ре, а я должен иметь ко всем уважение? А ты вообще помалкивай. я в твои годы о таком положении мечтать не мог бы. а ты помалкивай. вот спасибо, крестный. Посоветовался. Оля! Оленька, это чудовищно! Я знала, что она способна на многое, но чтобы отдать меня пугливому, лысому, старикашке, Варенька, садись, успокойся. Роман Евгеньевич тоже старше меня, но возраст не имеет значения, если люди созданы друг для друга. Оля, ты только не обижайся, но я бы сбросилась с первой попавшейся скалы, хоть с обрыва, да нашла бы с чего, с колокольни, если бы меня за твоего Романа Евгеньевича замуж выдали. Почему маменька непременно хочет, чтобы я была несчастлива? Вот ты глупости говоришь. Просто у вас не разные понятия счастья. Варень, ну ты девушка на выданье. Да, и Аглая Михайловна будет казаться всем плохой матерью, если не будет водить к тебе женихов. Ольга Николаевна, письмо вам. Ступай, Даняш. Да, хорошо тебе в Петербурге. Наверное, и дня не проходят, чтобы от кого-нибудь письма да не получить. А мы в Черкасово бывало письма неделями ждем. Оленька, что случилось? Что-то плохое? Нет, все хорошо. Ну что ж ты меня пугаешь. Понимаешь, Роман Евгеньевич, он, ты не любишь мужа? Люблю. Значит, он тебя не любит. Я так и знала. Ни за что не пойду замуж. Нет, нет, Варь, садись. Он подозревает меня в измене. Ну и правильно. Он тебя не любит, а разве ты должна? Нет, он любит. Но Петр... Петя, наш Петя? Да, да, он преследует меня, и он убедил Романа в том, что у нас с ним. Варя, ну ты там не веришь? Оленька, это, это не мое дело. Ты свободный человек и вольна любить, кого хочешь. Господи, ну почему мне никто не верит? Даже ты. Петр, Роман, они все меня в чем подозревают. Единственный человек, который меня понимает, который и слушает меня, и слышит, это император. Его величество Александр Павлович? Да. Это письмо от него. Я никогда не обманывал вас, Адам. Я всегда говорил вам только правду. И если вы видите обман между нами, то это значит только одно, что он жил в вашей душе. Все это время жил в вашей душе. Ваше величество, я прошу вас, оставим все это. Красивые слова. Мы оба знаем, как вы умеете запутать человека. Запутать? Да, запутать. Так что не понимаешь, когда прав, когда виноват. И будешь всегда виноватым перед вами. Вечно виноватым. Оставим этот разговор, мне он неприятен. Как вам будет угодно, ваше величество. Только позвольте последнюю просьбу. Отчего ж последнюю, Адам? Вы собрались умирать? А вам бы этого хотелось. Что у вас за просьба? Я хочу уехать. Вышлите меня куда угодно, только подальше от Петербурга. Сейчас, когда вы почти счастливы. Ваше величество, вы знаете, как я ненавижу Россию. Вышлите меня или я уеду сам. Вы не уедете из России, если на то не будет воли вашего императора. Сядьте. Нам есть о чем поговорить. Как там делала маменька? Что было? Что есть? Что будет? Господи, Ольга, до чего ты меня довела? Я совсем сошел с ума. Господи, что я делаю, Ольга? Зачем тебе нужен червовый король, а? Зачем тебе нужен этот валет? Любовь, меня там нет. Ой, зачем тебе они вообще все нужны? Зачем они тебе нужны, когда есть я? А я совсем сошел с ума. Псих. 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 Зачем вы пришли? Надо быть аккуратным со своим отражением в моем чайнике. В очередной раз решили меня убить. Пришел проститься. Я держу слово и следуя нашему уговору, покидаю Россию. Прощайте. Признаюсь вам, Черкасов, вы мне симпатичны. Я решил оказать услугу вам перед отъездом. Интересно какую. Ну и правда интересно. Я знаю, что вас так мучат. И действительно могу помочь. Зачем мне вас убивать? Ревность убьет куда изощреннее. Это такие адские муки. Не правда ли, Черкасов? Что-то не похоже на ангела-хранителя. Пришли, чтобы избавить меня от ада. А за это я должен заложить вам свою душу. Верно? Ну зачем же свою? Роман, образи, что я вспомнила. Да. День нашего знакомства, Черкасова, эти розы. Я укололась, а ты... Да, что же я? Ты забыл? Признаюсь, я не держу в своей памяти подобные мелочи. Бог ты мой! До крови! Как же вы так неосторожно? Зажмите. Ольга Николаевна, а что вы здесь делаете? Я ухаживаю за цветами. Да? Разве не велел вам оставаться в вашей комнате? Я жалею, что распорядился устроить здесь эту пастораль. Надо будет все переделать. Завтра же приглашу архитектора. Вместо сада здесь будет бильярд. Это модно. Ступайте к себе. Я думала, что я пленница этого дома, а не своей комнаты. А я полагал, что ты с большим достоинством примешь мою волю. Поверь, я не тюремщик, а твой защитник. Почему я не могу побыть здесь? Потому что этот сад навевает тебе ненужные воспоминания. Представь, что я врач. Разве врач объясняет больному состав лекарства? Он дает лекарство и больной принимает, каким бы горьким оно ни было. И наступает исцеление. Оленька, возвращайся к себе. Я хочу побыть здесь. А я приказываю тебе вернуться в комнату. Ты приказываешь? Да, я приказываю. Ты моя жена, и изволь мне подчиняться. Варвара Петровна, голубушка моя, я ведь только что от вашей матушки. Дайте поцелую ручку. Аглая Михайловна мне все рассказала. Какая вы шутница! Что она вам рассказала? Как что? Она рассказала, как вы графа Бельского проучили. Между прочим, я делала все, как она мне велела. Она сама разрешила говорить с графом о моде, цветах и здоровье. О здоровье! Это замечательное, удивительное замечание. Как вы там, вашей жизни угрозаете серьезную опасность. Долгоруйки! Как же вы умудрились его этим химическим раствором, извините, панталоны растворить. Агнедич! А что мне оставалось делать? Он безбожно фальшивил, а в коде вообще пустил петуха. Это же получается, Варвара Петровна, вы за два дня всех петербургских жюняхов разогнали. Хорошо. Чертовски хорошо. Что вы себе позволяете? Я позволю себе сказать, что вы похорошели, Варвара Петровна, несказанно. Сколько же я вас не видел. Торчу в деревне. Видимо, жизнь деревни заставила забыть вас о хороших манерах. Неужели хорошие манеры ценнее, чем чистое сердце? Я ведь такой же, как вы, Варвара Петровна. Я ведь говорю только то, что думаю. Глупости всякие. Какие глупости, вы что? И вообще, Варвара Петровна, я приехал в Петербург по очень важному делу. И оно вас касается. Какое у вас может быть интересное дело? Я вообще не веду никаких дел. А, терпение, голубушка. Терпение. Рад служить вам, Ваше Величество. Оставьте этот официальный тон. Черкасов, я велел вызвать вас для того, чтобы говорить с вами не как император, а как обычный человек. Черкасов, я доверяю вам. вы не политик, вы не государственный деятель, но именно вы, поручик, спасли не только меня, но и всю империю. Это мой долг, Ваше Величество. Мне бы хотелось, чтобы вы служили мне и дальше. Ваше Величество, вы только что заметили, я не политик, не государственный деятель. Видите ли, в чем дело, поручик. существуют дела, которые могут быть посвящены не всем. И в этих делах я могу довериться и положиться только на вас, Черкасов. А смелись спросить, отчего такое доверие, Ваше Величество? Дело в том, что я доверяю вам, как самому себе. И я прошу вас, вы можете, ничего не спрашивая, ничего не уточняй, просто сказать мне да. Да. Хорошо. Когда я буду принимать важное государственное решение, я прошу вас быть рядом со мной. Так точно, Ваше Величество. Князь Черторыйский прибыл, Ваше Величество. Пусть войдет. Черкасов, останьтесь, вы нужны мне. Вы хотели меня видеть, Ваше Величество? Да, князь. Черторыйский, вы хотели, чтобы я выслал вас из России навсегда. Верно ли я вас, понял? Да, Ваше Величество. Это единственный для меня выход. Ну, что ж, я готов вам сообщить свое решение. Роман, ну это арест, это тирания. Называй это, как хочешь. И ты запрешь меня? Для твоей же безопасности. Мне угрожаешь только ты. Значит, ты будешь в безопасности от меня. Обещаю, я не буду изводить тебя своим обществом. Я не верю, что ты способен на это. Я тоже не верил, что ты способна принимать любовника в доме собственного мужа. Петр, мне не любовник. Как же я в тебе ошибалась. Значит, мы оба ошиблись друг в друге. И как удивительно, что свои ошибки мы разглядели одновременно. Ольга, не заставляй меня вести тебя в комнату силой. Ты и на это способен? И как долго ты собираешься держать меня в заперти, пока все забудут о моем существовании? Ольга Николаевна, вам приятно видеть во мне монстра. Скоро мне и самому понравится быть чудовищем. Вы не выйдете из дому, иначе как вместе со мной. Больше я вам не доверяю. Ты не смеешь. Отпусти мне больно. Ваше сиятельство к вам, госпожа Черкасова. Роман Евгеньевич, здравствуйте. Евдокия Дмитриевна, какой сюрприз. Как у вас хорошо? А мы как раз собирались с Ольгой Ольгой Николаевной. Собирались чай пить. Ваше величество, я приму любое ваше решение. Я не могу отпустить вас из России. Я вынужден отказать вам. Но также я не могу оставить все, как есть. Я готов. к чему вы готовы, Адам? Почему вы решили, что вы можете предугадать мое решение? Отвечайте, князь. Я готов к ссылке. Скажите, только куда? Скажите, когда? Или это будет не ссылка? А что? Крепость? Или, может быть, пыточный застенок? Многие ждут, как именно я расправлюсь с вами. Вы ведь знаете, Адам, российскому монарху закон не писан. Я вызвал гнев. Ну, вы были не один. Но виноват во всем только я. Алисхин твердит, что виновата она, а вас оправдывает. Какой трогательный союз двух душ в наш жестокий век. Умоляю вас, пусть наказание коснется только меня. Ваше Величество, я, я молю вас снисхождений. Вы умоляете меня, Адам, вы меня совсем не знаете. Вы предали мою дружбу, вы причинили мне горе, и вы по-прежнему меня не знаете. князь Адам Черторыйский. Вы остаетесь в Петербурге. Указом сего дня я назначаю вас товарищем министра иностранных дел государства российского. я вас поздравляю с новой должностью. Но я не могу. Я ненавижу Россию. Ну, это я уже слышал. Я не достоин. Вы просто не верите в себя, Адам. А я в вас верю. Вы верите? После того, что произошло? Для меня это уже все в прошлом. Вы виноваты. Именно чувство вины заставит вас служить мне и России. Говорите ваше дело, а то мне некогда. Я не маменька, я бездельничать не умею. Как же вы, Варвара Петровна, расцвели-то прям. Да говорили уж, несколько раз говорили. И буду... Скоро и я в это поверю. И буду говорить. Что же мне молчать-то об этом? Я все расскажу до последнего словечка. Аглая Михайловна у вас души не чает. Просто не чает души. Приданные за вас дают сорок тысяч. Это же какие деньги? А если их в оборот? Ха! Он дает еще Петрову рощу, гусиные лужки и Машкины болота в придачу. Вы же у нас какая завидная невеста. Все это один маменькин каприз. Я вовсе не хочу замуж. И правильно. Не хочу. Я вот люблю таких сноровым, строптилых, борзых. Что думаешь? Невреб, старик? Нет. Так вы что? Что? Себя в женихи предлагаете. Не надо смеяться, Варвара Петровна. Шутить, острить можете, а вот смеяться-то не надо. Знаете почему? Да люблю я вас. Какое удивительное признание. Не, правда. Одно время даже портрет ваш носил с собой. Потерял где-то. Черт, как романтично. А вы, наверное, его потеряли, когда наши Машкины болотца измеряли. Да? Вы не в них влюблены случайно-то, а? А я не вижу противоречия. Я вот женщину люблю и землю родную. Вам она не родная. Машкины болотца наши. А, посмотрим. А вот смотрите сколько угодно, только в подзорную трубу с правого берега своей мутнушки. А матушка, ваше другого мнение. Да что я с вами разговариваю в конце концов? В конце же жену на многом. Что? Что-что? Мы с Аглая Михайловна уже давно по рукам ударили. Мои чувства вины. Не знаю, поможет ли оно хорошо мне служить в русском министерстве, но вам, ваше величество, это мое чувство вины уже помогло добиться моего полного повиновения. Ваше величество, вы изыбрели блестящую, безупречную месть. А да, а вы ведь так ничего и не поняли, если увидели в этом только месть. Что ж, я говорил, что приму любое ваше решение, и я не отказываюсь от своих слов. Я буду служить вам верой и правдой. Вы правы. Можно принести много блага стране, которое не любишь, вы правы. Любовь только разрушает. А да, не стоит смотреть на все в таком мрачном свете. Немедленно займусь этим. если вы велите, я буду весел и счастлив на вашей службе. Ступайте, Адам. Ваше величество. это мой лучший друг. Он был моим лучшим другом. Когда-то я смотрел на него, как на героя древнего Рима, борца за свободу своей родины. Он был так не похож на наших придворных. этот человек отнял у меня любовь моей Лисхин. Он показал мне, что все не так, как есть на самом деле. Он ждал, что я сгною его в тюрьме. Сошли его в Сибирь. Да, вше величество. Князь Черторыйский ожидал от вас чего-то в этом духе. Поручик, а у вас есть друзья? По-моему, единственное, в чем я могу оставаться уверенным, это то, что у меня правда есть друзья. Вы счастливый человек, если вы в этом не сомневаетесь. А вот мне остается только любовь белокурой красавицы. Быть может. Черкас, а вам нравится имя Ольга? Быть императором это значит быть всегда одному. И все же есть у меня верный друг. это вы, Черкасов. Только вы преданы мне. Пришли, чтобы избавить меня от ада. А за это я должен заложить вам свою душу. Верно? Ну, зачем же свою? Да, ваше величество, вы чертовски правы. Все совсем не то, чем кажется на самом деле. Роман Евгеньевич, должно быть, вы помните мою племянницу Вареньку. Как же, как же. Дочку Аглая Михайловна. Припоминаю, Вареньку, очаровательная барышня. Не пора ли замуж? Варя замуж, она же еще ребенок. Вот именно, что замуж. Сестра я привезла в Петербург для того, чтобы выдать замуж. Что вы говорите? Есть уже на примете жених? Полно, тьма. Сестра со всеми своими знакомствами сорвала целое войско женихов. Ох. Ну, все же пустую. Варенька вбила себе в голову, что брак это рабство, а все мужья тираны. Разве такое бывает в наше время? Это раньше муж был господин в доме, жена была кроткой и покорной. А теперь все живут по моде. Мужья у жен под каблуком. И вот вы все шутите, Роман Евгеньевич, а ой, а сестрицы, право, даже не знают, что делать. Скоро Варя всех женихов распугает. Оленька, она же лучше твою подругу, я прошу тебя, поговори с ней. Она тебя послушает. Ну что же я ей скажу. Разве ее можно убедить, если Варя себе что в голову вбила? Ну расскажи ей о себе. Пример счастливого брака это то, что ей сейчас нужно. Я не знаю. Ну а чего, Жоленька, ты не хочешь поделиться со своей подругой рассказами о семейном счастье? Уверен? Варе особенно понравится, как можно ловко управляться с мужем. Вы опять шутите, Роман Евгеньевич. Я права, так давно не была в свете, что уж не могу отличить, когда шутят, а когда всерьез говорят. Шучу, шучу, Юдокет Митина. Любезнейший, Юдокет Митина. Позвольте откланяться. У меня дела. Бог в помощь, ваше сиятельство. Что за чудо твой муж? И вовсе не гордец, не насмешник, как про него говорят. Могла ли я подумать, что увижу тебя такой счастливой? Я ведь когда-то думала, что разрушила твою жизнь, выдав тебя замуж. Как же я ошибалась. А теперь вот Варенька ошибается. Оля, я прошу тебя, помоги. Ну, что я могу сделать? Я же сама так недавно замужем. Это не важно. Главное, что у тебя прекрасный муж, и ты счастлива с ним. Я? здравствуй, Ксения. Ксения. Вы еще помните мое имя? Помните имя той, которую предали? вы пришли проститься или молить о прощении? Я предупреждаю, не прощу вас никогда. вода. Ну, не молчи. Ты хочешь, чтобы я пронзила тебе сердце? Господи, зачем ты пришел? Ты нужна мне. с каких это пор? Я понимаю, я заслужил твою ненависть, Ксения. Мне очень нужен твой совет. Твой. а ты единственный человек, который мне всегда говорил правду. батюшка батюшка Павел Петрович мало интересовался чужими мнениями. Вы другое дело, ваше величество. Вы ищете совета. Вас действительно волнует суждение других людей. Ваше величество. что говорят о наших указах в свете? В последнее время я редко бываю в свете, но слышал, что все восхищаются вашим желанием исправить ошибки предыдущего правления. Все только говорят, что о вашем указе об отмене пыток. Вы хвалите меня за это. Меж тем, это был ваш совет. Я не забыл этого. Ну, советовать легко, а вот воспользоваться советом. И подумайте, ваше величество, о моем новом совете, который я осмелюсь вам дать. О налаживании наших отношений с Францией и... Вы говорите, что редко бываете в свете. отчего? Вас удивляет это только потому, что вы помните о моей прежней репутации записного волокит. Я не стыжусь. Это в прошлом. Брак изменил мои привычки. И сейчас я предпочитаю шумным балам, тихие семейные радости. Боюсь со стороны покажется, что я стал затворником. Как я вам завидую. Принадлежать самому себе. Я принадлежу себе только в редкие часы досуга, так как все мои силы и труды направлены на служение вам, ваше величество. с тех пор, как я стал императором, все взгляды излучают безграничную верность. Но на самом деле они абсолютно непроницаемы. Роман Евгеньевич, хотелось бы знать, о чем вы думаете сейчас. Вот сейчас, когда рассуждаете о выгоде союза с Францией. Хорошо. Поговорим о чем-нибудь другом. Роман Евгеньевич, как поживает очаровать на Ольге Николаевну? Мы с вашей матушкой все решили. Вот и женитесь на ней. Да я бы не прощ. Мне Глаза Михайловна честно как очень нравится. Но понимаешь, очень хочет вас с рук сбыть. Я вам, можно сказать, одолжение делаю. Мне одолжение не надо. Пора шить подвенечное платье и вообще пост пройдет и мы венчаемся. все. Ну знайте, этого не будет. Что? Это почему? А вы сами не захотите, когда всю правду узнаете. Это что, ты кому-то обещала уже? Так это легко исправить. Нет, нет, дело не в этом. Разве вам не сказали? Что? Удивительно, что и даже слухов не было. О чем? Как вы думаете, почему я столько лет жила в деревне и матушка не брала меня к себе в Петербург? Да я думал, что просто Аглая Михайловна это было удобно. Теперь я вижу, что вы действительно ничего не знаете и даже не подозреваете. Подожди, подожди, подожди. Ну то что же, Аглая Михайловна меня вокруг пальца решила провести? Я ведь сумасшедшая. Аглая Михайловна единственный человек, который говорил тебе правду? И это все? Да. И теперь я тоже хочу сказать тебе правду. Я считал тебе недостойной своей любви. не знаю, А разве сейчас что-то изменилось? Сейчас это не имеет никакого значения. А что же произошло? скажи мне о Пете. Я пришел сюда, потому что мне больше не к кому идти. А как Ольга? Ольга для меня потеряна навсегда. тебя. Хочешь к нему прикоснуться? нет. Ты всегда хотел быть честным со мной, а был жесток. Тебе нужна правда? Я дам тебе ее. Ты в опасности. Тебя действительно хотят убить. А ты откуда знаешь? Мне ли не знать? Дарни. Ты достаточно знаешь для того, чтобы спастись. Больше я ничего не могу для тебя сделать. Теперь уходи. Это Дарни. Я имел удовольствие несколько раз разговаривать с Ольгой Николаевной. Я прошу вас. Она не похожа на других придворных дам. Она так мила, так добра. Странно, что вы восхищаетесь добротой моей супруги, а не ее красотой. Что же, быть может, только мне Ольге Николаевне кажется красавицей? Роман Евгеньевич, я не хотел вас обидеть. Ольга Николаевна, она редкая красавица. Ее глаза, они вселяют надежду. А ты помнишь, как ты плакала и говорила, что никогда не будешь счастлива с Романом Евгеньевичем? Я уже тогда плакала. Совсем не помню. Кажется, это было так давно. Вот именно. Ты и Варе скажи, что слезы быстро высохнут, что брак — это не тюрьма, не конец жизни. А потом никто же не будет запирать ее. Ну, хорошо, хорошо. Я поговорю с Варей. Ну, вот и спасибо тебе, Оленька. Как было бы славно, если бы и Варя, и Петруша венчались бы в один день. Петя? Да. Вот и Петрушина счастье пришло. Его невеста — чудо, хотя лютеранка. Лютеранка? Ну да, она немка, но из любви к Петру готова принять православную веру. Я уж благословилась. Я уж благословила их. Пусть будут счастливы. Как и вы с Романом Евгеньевичем. Вы сумасшедшая? Не может быть, Варвара Петровна. Ну, не то, чтобы совсем сумасшедшая. Яков Семенович, бывший полковой лекарь, считает, что я вполне нормальная, а я и сама так считаю. Вот видите, вы, значит, на себя наговариваете. Как хорошо, что вы так думаете. А то у меня уже руки опустились. Устала всем объяснять, что я не сумасшедшая. А они все твердят и твердят. А кто они? Доктора. А-а-а. Один даже англичанин. Болезнь-то очень коварная. Вот, к примеру, я сейчас с вами разговариваю, и я вполне нормальная. И вы думаете, что я милая, умная, порядочная девушка. А через минуту у меня ведь еще бывают эти, как припадки. Да что вы говорите-то? Я могу творить страшные вещи. Какие, например? Ну, например, могу залезть голой рукой в камин. Вот так. А могу швырнуть вас стулом. Могу выпрыгнуть из кареты на скаку. Очаровательное дитя. Чем больше смотрю на тебя, тем больше влюбляюсь. Вы мне не верите? Почему же это я не верю-то? Очень даже верю. Мамочка ваша, Аглая Михайловна, очень депераментная женщина. Чего же это не верю? Мне ваши припадки очень нравятся. Без них такая скука. Да вы не понимаете, что говорите? Я все понимаю. Я вам не бельский, чтоб пугаться, меня не пугать. Вы молода, кровь кипят, а в браке люди остепеняются, а потом пойдут девять. Дети? Дети пойдут. Обязательно пойдут дети. Пять или шесть таких маленьких розовочеких крапузов. Вы будете прекрасной мамы. Не приближайтесь ко мне. Слушайте, не кричат ли вздумали? Я вас предупреждала. Что? Вот это характер. Вот это отменный припадок, Варвара Петровна. А я и так собирался новый фраг шить к нашей с вами свадьбе. Так что шейте платье, Варя. Это Дарни? Отвечай. Да. А почему ты так спокоен? Потому что Дарни не будет меня убивать. ты уверен? А ты почему так уверена? Если, конечно, не ты попросила его об этом. Но я разрешила ему это сделать. Потому что ненавижу тебя. А Дарни был у меня сегодня. И если бы он пожелал, я давно был бы мертв. Но я нужен ему живой. Я не понимаю. Дарни, нужен человек, который следил бы за императором. Нет. Не смей соглашаться. Постоянно был бы рядом, а если надо было, бы убил его. Это же хуже смерти. Ты так предан императору. Император. Император утнал у меня самое ценное. Господи. Ольга, Ольга, вечно это Ольга. Я боюсь. Я боюсь Ксению. Самого себя боюсь. Помоги мне. Помоги мне, Ксения. Послушай, что подсказывает тебе твое сердце. Прислушайся к нему. Может, оно что-то скажет и обо мне. Что говорит твое сердце? Сегодня я был у императора, и он говорил со мной. И что же? Это мой император. Я должен выполнить свой долг служить этому человеку. Я присягал. И это все, что говорит твое сердце? Служение императору, ты выбрал это? Да. И твое сердце ничего не сказало обо мне? Я никогда не притворялся и не лгал тебе. Я не знаю, зачем ты пришел, но я знаю, отчего ты уйдешь. Потому что я нарушу твое условие и скажу. Ты запретил говорить мне это слово. Помнишь, ты сказал, что если я скажу о любви, ты уйдешь. Я люблю тебя, Петр. Люблю. Нет, 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 Оля, я тебя не узнаю. Что ты такое говоришь? Ничего не изменится. Да как же ничего не изменится? разве у тебя ничего не изменилось? Маменька хочет задобрить меня свадебным платьем и хочет потратить на его непременно целое состояние. Говорит, ей для меня ничего не жалко, ей меня не жалко. Варенька, ну что ты такое говоришь? Ну, Аглая Михайловна в Петербурге как рыба в воде, она тебе найдет непременно самого лучшего жениха. Да? Она невре у согласия дала от моего имени. Как Неврева? Да. Говорит, что Неврев для меня самая лучшая партия, что наше имение рядом и они там хотят объединить какие-то земли, какие-то гусиные, лужки, Машкины болота, в общем, и меня к этим болотам в придачу. Оля, я сбегу из дома. Варь, ну что ты? Ты меня знаешь. Ты тогда с Петрушей не смогла, а я сбегу. Да с кем же тебе бежать-то? Ты разве влюбилась в кого-нибудь? Оля, я не хочу никого обидеть, но вся так называемая любовь просто отвратительна. Я так сужу по тем людям, за которыми наблюдаю. Ты, Петя, маменька, да, мужские чулки в спальне, морщинистые женихи в париках, маменькины слезы в подушку и разбитые сердца, жестокий мужья. Это вся ваша так называемая любовь, и все это мне отвратительно. Варенька, ты сущий ребенок, тебе действительно нужно замуж. Замужество заставит тебя повзрослеть. Вот я вижу, очень ты взрослая стала. И рассуждаешь ты, как твой Роман Евгеньевич. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Евдокия Дмитриевна сказала, что ты скажешь мне, что в замужестве одно счастье. Говорит, Оленька знает. Оля, Оля, тебя обидела. Я не хотела этого делать. Оль, я в самом деле этого не хотела делать. не хотела тебя обижать. Я верю, я верю, что у тебя все хорошо. Оленька, я так несчастна. Нет, Оленька, не говори мне этого, ты совсем другое должна говорить. обидеть. Оля, почему он так жестоко со мной обращается. Роман Евгеньевич, вам показалось обидным то, что я не назвал вашу жену красавицей, но я сделал это нарочно. Да. Петербургские красавицы приучили нас к тому, что красота это всего лишь разменная монета. Что красоты внешне вполне достаточно, чтобы восхищаться женщиной и падать к ее ногам. Ну, разве мы не этого ждем от женщин? Возможности почувствовать себя побежденным? Вы правы, правы, побежденным. Но Ольга Николаевна именно тем и отличается от всех прочих красавиц, что она вовсе не пользуется своей красотой и не желает побеждать. Но она побеждает. Побеждает всех, кто узнает ее душу. В нынешнем мире, где все обман, где друг соблазняет вашу жену, где сын злоумышляет против отца, вдруг в свете мы встречаем ангела, красавицу, который хранит верность своему мужу и отказывает самому императору. Роман Евгеньевич, вы смотрите на меня, будто бы вы услышали какую-то новость. Нет, нет, вы правы. Прав? в чем? В том, что ваша жена ангел, конечно. Нет, в том, что все не то, чем кажется. И ангелов не существует. Роман Евгеньевич, нет, нет, его еще можно было бы понять. Петя. Он снова приходил к тебе? Я просила его больше не искать встреч со мной, Варя. Мне страшно, он совсем не тот, что был с нами в Черкасово. Да это все глупости, Оленька, глупости. Я не знаю, что мне делать. Роман, он сердится, он наказывает меня своим презрением. Варя, мне кажется, я никогда не смогу выйти из этого. Но я же ничего не сделала. Оленька, я прошу тебя, успокойся. Господи, Варя, ты, ты моя единственная подруга, но и ты меня не понимаешь. только император. Император? Нет, я поняла, он пишет тебе, но неужели ты встречалась с ним наедине? Давай. Он расспрашивает меня обо всем. О деревне, о моей жизни. Я даже рассказала ему о тебе. Обо мне зачем? Наверное, он смеялся надо мной. Нет, нет, Александра считает, что ты удивительная девушка, что в такие годы ты уже прочитала Руссо. Ты называешь его по имени? Да, он сам просил меня. Знаешь, ему интересно обо мне все, какие цветы я люблю, в какую церковь хожу. А о себе он рассказывал? Да, но знаешь, он все время как будто торопится куда-то, как будто боится, что новой встречи больше не будет. И мне тоже становится страшно от этой мысли. От чего же страшно? А что о нас подумают? Да пусть думают, что хотят все эти сплетники, что они понимают. У них на все есть одно объяснение. Маменька, она вот за чаем только и делает, что романы составляет. Кемнет княгиня Трубецкая графу Ожаровскому? Роман. Поднимет великий князь Константин платок мадам Фелис? Роман. Он удивительный человек. А его великодушие. Что бы ты ни подумала о нем, он всегда кажется выше. Он один такой. Неужели такие люди бывают? Варю, он не похож ни на кого. С ним всегда так просто. с ним я всегда я всегда чувствую себя хорошей, хотя другие убеждают меня в обратном. Оля, ты не должна позволять никому себя обижать. Никому. Ни твоему мужу, ни моему брату. Они оба тебя недостойны. А вот император никого не обижает. Он как он как солнце. Он он как солнце ровное. оно оно согревает. Оно щедрое ко всем. Мне кажется он он один такой. Я не встречала больше таких людей. Оля, а не влюбилась ли ты в него? я не знаю зачем ты пришел но я знаю от чего ты уйдешь потому что я нарушу твое условие и скажу ты запретил говорить мне это слово помнишь ты сказал что если я скажу о любви ты уйдешь я люблю тебя Петр люблю ты не уходишь? нет скажи еще раз нет я не ухожу я могу говорить о своей любви да мне это необходимо Фетя я не узнаю тебя это правда я знаю зачем я пришел к тебе и ты сказал именно те слова которые мне были необходимы спасибо тебе каким он вырастет с таким-то отцом мы будем любить его Петр это Дорни это Дорни он убьет тебя нечего теперь я готов его встретить он не похож ни на кого с ним всегда так просто с ним я всегда я всегда чувствую себя хорошей хотя другие убеждают меня в обратном Оля ты не должна позволять никому себя обижать никому ни твоему мужу ни моему брату они оба тебя не достойны а вот император никого не обижает он как он как солнце он он как солнце ровное оно оно согревает оно щедрое ко всем мне кажется он 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 один такой я не встречала больше таких людей Оля а не влюбилась ли ты в него знаешь если бы я вообще могла любить ты еще будешь нет это невозможно то ты что пожалуй я ответила бы на чувства такого человека как император Александр или нет император это не то чтобы пошло но но как-то чересчур по книжному подумать только ты и император только приехала в Петербург и сразу попала в такую историю из французского романа не тварь никакого романа я замужняя женщина а узы брака это святые узы они освящены церковью но твой муж унижает тебя и совсем не ценит ты считаешь что измена может принести счастье для меня это не так да роман суров со мной он меня пугает но только преданностью я смогу вернуть его доверие и любовь роман евгеньевич открой глаза и прозреет он увидит какая я на самом деле а все остальное не важно все плохое пройдет как страшный сон в нынешнем мире где все обман где друг соблазняет вашу жену где сын злоумышляет против отца вдруг в свете мы встречаем ангела красавицу которая хранит верность своему мужу и отказывает самому императору роман евгеньевич вы смотрите на меня будто бы вы услышали какую-то новость нет нет вы правы прав в чем в том что ваша жена ангел конечно нет в том что все не то чем кажется и ангелов не существует да почему почему же так мрачно роман евгеньевич ваша жена прекрасна и добра более того она хранит вам верность ваше величество мне не хотелось бы вас разочаровывать поэтому позвольте я промолчу я прошу вас продолжайте мы так редко с вами говорим на отмеченные темы мне очень важно услышать ваше мнение роман евгеньевич я прошу вас я прошу вас вы хотите знать мое мнение насчет брака именно что ж вот мое мнение брак дан человеку не для того чтобы сделать его счастливым брак это крест который нам дал господь браком господь испытывает крепость человека его терпение и умение прощать вы говорите очень убедительно но дорогой роман евгеньевич а мне кажется что ваши взгляды несколько устарели устарели законы супружеской жизни должны оставаться незыблемыми любые нововведения здесь могут только все испортить друг мой сейчас вы скажете что домострой это как человек простите ваше величество что я перебил вас но как человек имеющий отношение к составлению законов могу смело утверждать что если домострой и нуждается в пересмотре то в крайне незначительной его части домострой безупречный свод законов для настоящей и будущей России Петя я умоляю тебя беги пожалуйста там за окном корнистый сможешь пробраться в другую комнату у тебя будет время да для чего у меня будет время ну ты пойми что если Дарни тебя здесь увидит он никого не пощадит ни тебя ни меня ни ребенка беги Петя я никуда не уйду что случилось вы не одна? я пришел сообщить приятную новость все готово к нашему отъезду это такая приятная долгожданная новость если вы конечно не передумали милая Ксения ну с чего вы взяли идите ко мне я докажу вам свою преданность вы чем-то взволнула? конечно я же вынуждена покинуть Россию свою родину возможно навсегда это так понятно Дарни всем кроме вас конечно вы называете Россию своей родиной? забавно но мы еще не успели ее покинуть а вы уже тоскуете по ней это странно не правда ли? я же говорила вам что память иногда преподносят такие сюрпризы Дарни а что вы ищете? Ксения вы должны мечтать покинуть эту страну а не тосковать о ней собирайтесь я заеду за вами позже и не волнуйтесь в вашем положении это вредно Петя 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 я чуть с ума не сошла почему же ты считаешь его таким уж опасным потому что его тренировали тайные бойцы он еще ребенком ездил на восток с ума сойти да с ума сойти он член французского клана убийц Корню на его счету только по моим подсчетам больше полусотни человек а я знаю Дарни не слишком хорошо за ним охотятся по всему миру но он до сих пор жив угадай почему? наверное потому что ты просто попросила его не убивать маменька тетушка звали меня? Да, сядь, Варвара. Да нет, вы уж говорите, о чем хотели, и я пойду. А то я там на кухне такую книгу по ботанике нашла, и ей шкаф подпирали. Боже мой, какая ботаника. Варя, сядь, это важный разговор. Итак, предложение Неврева, это очень серьезно. Ты обдумала его? Конечно. Замуж не пойду. Она смеется надо мной. Варенька, ну разве можно так с маменькой разговаривать? Ну так маменька меня будто и не слышит, вот и приходится говорить громче. Так, ты хотела жить в деревне? Вот тут такой случай. Неврев наш сосед. Потом он человек состоятельный. Тебе фактически никуда переезжать не придется. Рядом Черкасова, твои сады, там твои грядки эти. Можешь хоть каждый день к тетушке в гости ходить. Если, конечно, он меня на своей псарне вместе с легавыми не привяжет. Ой, ну что такое ты говоришь? Ну разве он такой человек? Да от него крепостные избегают. Вы что, не помните, как он со Степаном? Ему только дай власть. Ну, может быть с тобой он станет добрее, сердцем смягчится. Нет у него никакого сердца, расчеты одни только в голове. Он, небось, уже мысленно наши лебяжьи лужки к своей озерцовой роще присоединил, вот и сватается. Можешь, как это грубо. И вообще, позволь-ка мне твоей матери решать, что для тебя счастье, а что нет. Итак, ты выйдешь замуж за Неврева, это мое последнее слово, все. Лаша, ну, Лаша, Лаша. Тетушка, неужто вам меня не жаль? Плохо я тебя воспитала, слишком много воли дала. Я, маменька, привыкла, что вы меня не любите. Я привыкла, что вам все равно, что со мной происходит. Но вы, тетушка, от вас я такого не ждала. Варь, ну. Хорош я, однако. Пообещал Маркизу оставить тебя в покое, а сам, сам врываюсь к тебе в спальню. Только Дарни не подходит роль ревнивца мужа. Интересно, кем он сам себя вообразил? Карающим престом судьбы или наперстником дьявола? Но кем бы он себя не вообразил, он на самом деле страшный человек. Ты многого о нем не знаешь? Зато я все больше и больше узнаю тебя. Ничего, скоро мы с Маркизом уедем, и все твои неприятности закончатся. Ты никуда не поедешь. Если б я могла остаться. И ты останешься. Дарни увезет меня с собой. Ты же не вещь, которую можно вот так вот взять, положить в карман и увезти с собой. И даже не тень, которая за ним ходит. Но это твоя вина, ты сам предложил меня, Дарни. Тогда я просто многого не знал о тебе. Самое главное о себе. Я дала ему слово. Ничего не выйдет, это замкнутый круг. Из него один выход, только смерть. Чтобы безрядить врага, есть и другие способы, кроме убийства. Что ты задумал? Не беспокойся. Я просто хочу, чтобы ты была со мной. И так будет. Войдите. Петруша, я сбежу. Варвара Петровна, это вы? Какой сюрприз. А это вы здесь. Да. Я тоже пришел к Петру, его нет. А от кого вы сбежали? Это... А, я понял. Это не мое дело, хотите вы сказать, но вы правы. Нет, я... Я вовсе не хотела так невежливо. Просто мне необходимо поговорить с Петром. Да. Да, вы, наверное, поссорились с вашей матушкой. Я совсем не знаю, что делать. Вы присядьте. Присядьте. Присядьте, Варвара Петровна. Что же делать? Что делать? Ой. Извините, я недавно был невольным свидетелем вашего объяснения с Аглой Михайловной. И вы видели этого жалкого индюка, которого маменька прочила мне в мужья? Видел. Видел, я поражен. Такая невеста, как вы, могли бы рассчитывать гораздо больше. Что вы такое говорите? Я вовсе не хочу замуж. Это мои принципы. Не пойду и все. Хоть убейте меня. Боже мой, как грозно. А вы не можете вообразить, что у девушки есть принципы? А чего же не могу? Если это девушка вы, Варвара Петровна, то... Вот и вы не всерьез относитесь. Нет, нет, нет. Я вспомнил, как вы того индюка отвадили. А теперь маменька нашла еще хуже. Соседа нашего по имению. Я с ним воздухом одним не могу дышать. Не то, что замуж. Да мне в одной комнате с ним дурно делается. А она замуж и настаивает. Я сбежала. Ни за что не выйду за него замуж. Бабушка, бабушка, послушай, ну я обещаю тебе, я справлюсь. Но если я буду правильно себя вести, все изменится. Господи. Ну послушай, послушай, да, ты права. А прежних отношений у нас с Романом уже не будет. Но я построю новые. Послушай, да, я построю новые. Он поймет, что заблуждался и увидит, что я совсем другая. И я надеюсь, что у нас все наладится. Мы будем... Ваше седство, вам письмо. Ступай. Это от императора. Он пишет мне почти каждый день. Он пишет по-дружески. Да, ты правильно все понимаешь. Ну что делать? А знаете, Адам, Роман Евгеньевич имеет свой взгляд на тот вопрос, которым вы сейчас занимаетесь. Внешнюю политику Российской империи. Интересно было бы послушать. Извольте. Я почти убедил государя в необходимости тесного союза с Францией. Мне кажется, это было бы неверным решением. Что скажете, Роман Евгеньевич? Я так полагаю, князь имеет в виду разрушительное влияние на Европу французской и кабинской морали. Скорее, отсутствие этой морали, что гораздо разрушительнее. Господин Могосалайбин, весь христианский мир знает. В самом центре Европы растет и крепнет сущий монстр, грозящий разрушить все устоявшееся мироустройство. И какой же ролик прилагаете здесь России? Спятать голову в песок, подобно африканскому страусу? Странно, что князь в таком молодом возрасте защищает такие ветхие интересы. То, что происходит сейчас в Париже, это обновление. И мы можем, избегнув ужасов и крайностей республики, воспользоваться плодами этого обновления. Господин Могосалайбин, вы не считаете Бонапарта монстром? Я полагаю, что и помимо Бонапарта у России в мире достаточно опасных врагов. Кого вы имеете ввиду? Англию? А мне кажется, наоборот. Именно Англия дает спасительное решение. Сплотиться всем цивилизованным державам, да выдать отпор к арсиганскому выскочке. Оставь территорию, князь. Сплочений никогда не будет. Если Бонапарт стремится к открытой экспансии, ваша Англия делает то же самое, только более тонко, экономическими методами. Что не меняет ее агрессивной сути. Возможно. Но не с Бонапартом же нам родниться. Я этого и не говорил. Нам ни с кем не следует ни родниться, ни ссориться. А вглядываясь в чуждый нам мир, вести себя достойно и осмотрительно. И во всем строго соблюдать свою выгоду. Браво. Браво, 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 Роман Евгеньевич. Браво. Начали как вольнодумиться, закончили как истый патриот. А вы знаете, князь, на вопросы брака Роман Евгеньевич тоже имеет свой взгляд. Мечтает возродить домострой и предлагает жен наших держать в ежовых рукавицах. Вызывали, Ваше Величество? Черкасов, проходите. Проходите, я вас прошу. С князем Черторийским вы знакомы, с господином Монго Столыпиным кажется... Тоже знакомы, Ваше Величество? Даже больше, чем хотелось бы. Судьба то и дело сводит нас, несмотря на то, хотим мы того или нет. Ну чего же, Черкасов, не стоит привилечивать нашу с вами обоюдную неприязнь. Я всегда рад вас видеть, только не в своем доме. Роман Евгеньевич, дело в том, что я догадываюсь о причинах, по которым поручик вас недолюбливает. И уж поскольку причиной его неприязни отчасти являюсь я... Вы, Ваше Величество? Да, да, да. Дело в том, что поручик считает, что вы один из заговорщиков против моего отца. Заговорщиков? Одним словом, друзья мои, я понимаю, как это нелепо звучит, но, тем не менее, это все из-за вашей дружбы с графом Палином. С графом Палином? Я уже все объяснил поручику, тема исчерпана. Я объяснил, что вы не заговорщик. Одним словом, друзья мои, я хочу, чтобы вы примирились здесь и сейчас. Господа, это моя личная просьба. Примиритесь и пожмите друг другу руки. У меня нет от тебя секретов. Сегодня проснулся и встал в пять часов. Светало. Вот. Буду ли я еще счастлив когда-либо? Видали ли вы, Оленька, Саня, Холодный Розвет? Важно... Важно то, что мне хотелось бы время от времени видеть вас и делиться своими мыслями. Что это за слово? Не разобрать. Чтением... Чтением деловых бумаг. Бабушка, это что, признание в любви? Ну, послушай, прямую, конечно, ничего не написано, но... Но я уже не маленькая девочка и... И все понимаю. Но это так странно. Я же замужняя женщина, когда посторонний мужчина, тем более император. Бабушка, отчего это меня так волнует? Я что, влюбилась? Бабушка... Милая моя, ну, не плачь. Ну, я попрошу тебя... Ну, я попрошу тебя... Интересно, кто первый поддаст руку? Неужели так трудно помириться, господа? Да. Примирение бывает сложно. Ваше Величество, я думаю, что нельзя принудить человека забыть то, что он не может забыть. если поручик Черкасов не может? Ну, вот и славно, господа. Я надеюсь, что теперь все ваши разногласия останутся далеко позади. Государь, я могу идти? Да-да, конечно. Роман Генчич, я прошу вас, передайте прелестной Ольге Николаевне от меня поклон. Все непременно, государь. Ваше Величество, позвольте мне тоже уйти? Да, Адам, но прежде я прошу вас выполнить одно мое поручение. Слушаю, государь. Напишите письмо с предложением мира. Эдакий проект меморандума. Государь, на чье имя меморандум? На имя первого консула Французской республики, гражданина Наполеона Буонапарта. Ваше первое задание, вы должны уговорить Александра подписать мир с Францией. Государь. Господа, наверное, это ребячество, но мне приносит удовольствие произносить эти слова. гражданин республика. Еще недавно при батюшке они были запрещены. Словарь запрещенных слов. Но, Ваше Величество. Ступайте. Не мне вас учить, как скрывать свои эмоции. В этом вы сами мой учитель. Письмо покажете сегодня же. Ступайте. Вот так-то, Черкасов. Все проходит. Дружба, любовь. Монго Столыпин в ночь смерти моего отца говорил мне, что я обречен быть навсегда несчастным. И вот... не верьте этому человеку, Ваше Величество. Я верю тебе, поручик. Верю тебе и ей. Это я, Оленький. Она ангелом. Поверь мне. Вот странно. У такого мрачного человека, как Роман Евгеньевич такая замечательная жена. Их брак для меня просто загадка. Я не думаю, что она любит его. Скажи, ты ведь знаешь их. Чужая душа потемки Ваше Величество. А ведь я писал ей. Теперь жду ответа. Я в сущности... Я умер. Для любви, для жизни. И вот только встретив Оленьку, я чувствую, что я воскресаю. Свежие цветочки. Свежие. Браво! Браво, Варвара Петровна. Браво, 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 браво. Я восхищен вашим характером. Будь я, девица. Я ни на секунду не задумываюсь. Бежал бы от этого принуждения. Бежал бы. Бежали? А куда? В Африку. В Америку? В пустыне Сионске и в джунгли все лучше, чем жить с нелюбимым человеком. Хорошо, вы говорите. Только упускаете из виду одно обстоятельство. Что же? Рассуждаете вы по-мужски. А я-то куда я сбегу от маменьки, не имея никаких средств для жизни? Меня же не возьмут в кавалергарды, как вас или как Петю. А чего я не мужчина? Как было бы легко. Я бы вызвала на дуэль с этих, всех этих индюков за их глупость и самонадеянность. Ну, я решительно восхищен вашим характером, Варвара Петрова. Чем? Редко в ком из мужчин в наше время встретишь такой вольный дух, смелость, такое здравомыслие, наконец. А что мне делать с этим смелым духом? Ну, вот, наконец, Петр Иванович пожаловался. Здорово, брат. Не в духе. Вручай сестру. Петя, меня маменька заневрево сватает. И что с того? Как это, что с того? Да он же мне в дедушке годится. Ну, не в дедушке. Петя, заневрево, за этого самодура и пьяницу. Какой из него жених? Да я терпеть его не могу. Ничего, стерпится, слюбится. Погоди. Так ты считаешь, что я должна выйти за него замуж? Ну, конечно, послушай маменьку. Она тебе добра желает. Черкассов, что за речь? Да ты, верно, шутишь, брат? Ну, шутит Варвару Петрону. Зря. Тут выручать надо, а не отшучиваться. Вовсе я не шучу. Петька, да что ты такое говоришь? Ну, вспомни, сколько горя ты пережил, когда Евдокия Дмитриевна отказалась благословить тебя и Олю. Дурак был. А матушка права. Даже Петя. Что Петя? Петя в самое пекло лез, а матушка сразу видно, что почувствовала. Да что почувствовала-то? А то почувствовала. Не послушался бы ее, ходил бы сейчас рогоносцем. Ольга Николаевна, Оленька, вы пришли? Да, мне было очень сложно это сделать. Роман Евгеньевич запретил мне выходить из дома. Оленька, вы были как вы сказали, запретил выходить? Да. То есть вот эти странные вот речи о домострой это все не пустые слова? Да, может быть он прав. Я пытаюсь его понять. Может быть действительно меня нужно держать заперти, потому что оказавшись на Оле, я тут же устремилась к вам. Вы Ангел, Оленька, вы Ангел. Вы Ангел. Нет-нет-нет, погодите. Вот. Я так и знал, что крыжовиное варенье у Толстого еще осталось. Ему из имения привезли на прошлой неделе. Он хоть и дуэлянты себя строит, а сладкоежка страшный. Ух. Да. Ну что, Варвара Петровна, давайте чай пить. Что это с Петей? Ушел. Ничего не посоветовал. Так и неприятно. Ну, когда неприятности надо сладкое есть, варенье, конфеты, шоколад. Да, я правду говорю. Я вот, когда вина еще не пил, я только так и утешался. Варенье? Я знаю. Я в немецкой книге читала. Сладкое питает наш мозг, а вино размягчает. Ну, значит, будем есть варенье. Может быть, что-нибудь да придумаем. Берите. А что придумаем? Ну, что придумаем? Пока не знаю, но за Неври вы выходить нельзя. Это же понятно. Вы такая образованная, начитанная девушка. За такого... Я так надеялась на Петю. Да, но вы не обижайтесь на него. Из него сейчас просто... Нему сейчас тяжело. Хлопот своих хватает. Он ничего не видит, ничего не слышит. Да, не обижайтесь. Я не обижаюсь. Только мне так нужен был его совет. Он сейчас никудышный советчик. Да. Ну, каково? Вкусное. Угу. Баранки где-то были. Что смешного? Пароль, Петров. Да вы как моя нянюшка, когда меня в детстве успокаивало. Такой смешной? Ну, если это вас веселит, готов быть вашей, вашей нянюшкой. А на что-нибудь еще готовы? На что-то очень, очень, очень смешное. На очень, очень, очень смешное? Всегда готов. Я все придумала. Я все придумала. И как от Неврева избавиться, и от остальных. Вы мне поможете? Расскажи мне о Дарнии. Да забудь, Таня, ну, забудь хотя бы на минуту. Ну, почему мы когда вместе должны думать о Дарнии? Расскажи. Нет. Я не скажу о нем ни слова. Ни слова. Нет. Хорошо. Тогда я знаю все сам. Что ты хочешь о нем знать? Ну, не знать я хочу сделать так, чтобы он уехал из Петербурга один, без тебя. Он не уедет. Да если я буду знать все его слабости, он не просто уедет отсюда, он сбежит из Петербурга. Это все бессмысленно. Он не уедет без меня. Он думает, что у нас существует какая-то особенная связь. Да не хочу я про вас слышать. Я хочу слышать о том, какие у него слабости. Я. Перестань. Ну, ты же обещала мне помочь. Но у Дарнии нет других слабостей. Наш враг хладнокровен и расчетлив. Значит, я должен стать таким же. Я не хочу, чтобы ты стал таким же, как Дарнии. ты не хочешь мне помогать. Спрашивай. Ты знаешь о задании Дарнии. Зачем он остался в Петербурге? Он приехал в Петербург, чтобы убить императора Павла. Заговор против Павла уже существовал, но заговорщики ни на что не решились бы без Дарнии. Граф Палин. Отец выполнял только то, что ему приказывал Дарнии. Ну, у него должны были остаться какие-то доказательства того, что Дарнии причастен к заговору. Какие-то бумаги, записи. Нет, чего нет и быть не может. Дарнии как призрак. Незаметно появляется, незаметно исчезает. Он не оставляет следов. На мне он их оставил целых два. Должны быть и другие. Дарнии мастер своего дела. Этот заговор его не первый заговор, не первый переворот. Вон в других странах... Меня не интересуют другие страны. Меня интересует только Россия. Император убит. Зачем он остался? Значит, он не выполнил свою миссию. Какая его миссия? Я не знаю. Он был должен что-то тебе говорить. Просто вспомни. Дарнии никогда не делится своими планами. Он, возможно, пойми, он, возможно, сам не знает всего. Он всего лишь слуга. Слуга своего господина. Кто его господин? Я не знаю. Никто не знает его настоящего имени. Никто не знает, где его найти. Он называет его учитель. Я прошу тебя, отступись. Они всемогущие. Они невидимы, но они управляют миром. Невидимы. Я докажу тебе, что твои призраки из крови и плоти. Я найду этого учителя, где бы он ни был. Ну, зачем тебе это нужно? Я думала, ты хочешь изобличить Дарни, чтобы быть со мной рядом. Именно этого я и хочу. Варя! Так где ты была? А где ты была? Я искренне раскаиваюсь, если заставила вас волноваться. Ты раскаиваешься? Тогда я тебя прощаю. Я тебя прощаю. Тем более, ты не опоздала. Но Неврифон скоро будет. Он скоро приедет, чтобы узнать, согласна ты или нет. И лучше будет, если ты сама ему скажешь, что ты на все согласна. Увы, маменька, я не могу. Как? Подожди. Нет, только не продолжай. Тут этот глупый, начатый спор. Пожалуйста, все решено. Нам надо только уточнить сроки помолвки и сроки свадьбы. Мне очень жаль, но эта свадьба с месье Неврифом состояться никак не может. Начал. Она состоится. И непременно состоится. Все дело в том... В чем? Я давно хотела вам открыться. У меня уже есть жених. Какой же... Подожди, подожди. А о чем ты говоришь? Мы посмели надеяться на доброту вашего сердца и... Мишель. Господи, какой Мишель? О, Господи. Прошу вас, проходите. Смелее. Не бойтесь, маменька. Думаю, она простит нас и поймет. Здравствуйте, Аглая Михайловна. Мишель Лугин. Мой жених. Мы любим друг друга, просим нас простить и благословить. Вы ведь не станете мешать нашему счастью, маменька? Да и у вас. Жаль здесь над нами, Аглая Михайловна. Да у меня... У меня голова кругом от вас. Вы же прекрасны, великодушны и умны. Вы же все прекрасно понимаете. Вы... Вы нас поймете. Мы думать не думали. Но вот так случилось. Ну... Полюбили друг друга и... Боялись друг другу открыться. А главное, мы вас боялись, маменька. Мы... Мы боялись вас, Аглая Михайловна. А я... Я что я? Я такая страшная. Ой... Простите, Ваше Величество, что вы обо мне подумаете? Ольга, я умоляю вас, успокойтесь. Вы... Вы знаете, я... Я просто... Я... Я просто настолько рад вас видеть, что я... Ну, наверное, я веду себя не так. Наверное. Но я... Вы знаете, это все от того, что я просто рад вас видеть. Я тоже, да. Оленька, я не хочу вас обидеть, и уж тем более воспользоваться вашей минутной слабостью. Нет, нет, вы не можете меня обидеть. Вы так добры ко мне. Вы слишком беспомощны сейчас. Я не хочу, чтобы вы ответили мне взаимностью хотя бы из-за того, что... Нет, нет, не подумайте, что я пришла к вам только от того, что мне некому пойти. У меня есть бабушка, подруга. Я хотела видеть вас. Если бы вы знали, как мне приятно это слышать. Но вы... Сами должны принять решение. Вы должны решить, что вы хотите меня видеть... Видеть наедине. И как только вы примите это решение, это случится. Я хочу. Ваше Величество, меморандум, который вы просили составить... Ну, ты же обещал, что не уйдёшь от меня. Ксения, отпусти меня. Я же вернусь. Я не могу. Не могу тебя отпустить. Я бы тебя отпустила, если бы я знала, что Дарни здесь, что тебе ничего не угрожает. Вот и скажи, что хочешь, чтобы он пришёл. Уходи. Уходи немедленно, пока я сердиться на тебя. Так-так, как это по-русски? Поклясться и тут же эту клятву нарушить. Ну, что ж. Когда наше соглашение нарушено и противник нас подло обманул, теперь я имею полное право на ответный ход. Я пришёл к вам за советом. Надеюсь, вы поймёте меня правильно. Не знаю, доверила ли вам Ольга свои секреты, или, быть может, она скрыла от всех, даже от вас. Ну, одним словом, Ольга ждёт ребёнка. Вы, вы поняли, Анна Антоновна, ваша внучка ждёт ребёнка, но я не знаю, что мне… Почему? И чему вы так радуетесь? Дело в том, что ребёнок этот не от меня. От Петра Черкасова. Что? Вы? Вы считаете это невозможным? Но я уверяю вас, что Ольга ведёт двойную жизнь. Втаяне она встречается с Черкасовым, а меня продолжает уверять в своей верности и любви. Да? Я? Подумайте. Да, вероятно, я скоро окончательно сойду с ума. Не скрою. У меня было несколько бурных романов, которые сначала веселили меня, а потом весь Петербург. Но я женился. Я женился для того, чтобы поставить точку и обрести покой. Но мой брак превратился в самый безумный роман из всех, что у меня были. Почему все смеются над рогатым мужем? Да потому, что он сам виноват. Я? Я виноват. Ну, как? Как мне всё исправить? И возможно ли это? Анна Антоновна, что мне делать? Подскажите, как поступить? Ваше Величество, меморандум, который вы просили составить… Что вы хотели, Адам? Прошу прощения, Ваше Величество. С вашего позволения я зайду попозже? Ваше Величество… Ольга Николаевна, я понимаю, что вы не можете больше оставаться здесь. Я не смею настаивать. Ваше Величество… Ольга Николаевна, Оленька, я надеюсь, это не последний ваш визит ко мне? Нет. Адам, вы, кажется, хотели зайти позже. Прошу прощения, Ваше Величество, я не должен был ходить так внезапно. Я должен был научиться на чужих ошибках. Вы хотели сказать, на моей ошибке. Когда вы застали нас с вашей женой, вам это показалось смешным. Нынешняя ситуация вас уже не забавляет? Адам, вот если бы вы застали меня с вашей женой… Вот эта ситуация, я понимаю. Она бы была забавна. А так вы находите забавным меня? Ваше Величество, еще ничто в России не вызвало у меня улыбки. Вы так строги к нашей бедной России. Адам, что вы ждете от меня? А? Может быть, оправданий? Ваше Величество, если вы попросите, чтобы я забыл о том, что я здесь увидел… А что вы здесь увидели, Адам? Вы здесь увидели, как мужчина целовал женщину. Мне нечего скрывать. Эта женщина – мой самый любимый, самый близкий друг. Друг? Ваше Величество, нашли новую игрушку? Да быть такого не может, чтобы вы у себя там, в Черкасове, знали Петруши больше, чем я здесь, в Петербурге. Ведь вы же просили взять его под свое крыло, вот я ради вас. Вы же знаете, с него и глаз не спускал. Ну, было дело, покуролесил мальчик, ну что ж. И на дуэли дрался, и в Петропавловской крепости сидел, и сбежал оттуда. Я уже военного губернатора снял, Петра Алексеевича Палина. Нас, нас, вот такой наш с вами Петруша. Что вы так разбушевались, Борис Александрович? Да рад видеть вас, Евдокий Дмитриевна. Ну, князь, я хотела вам по секрету сказать, а вы на весь дом кричите. Ну, хорошо, хорошо. Давайте посекретничаем. Я вовсе вас ни в чем не упрекаю. Я, напротив, очень благодарна вам, что вы Петрушу моего внимания не оставляете. Да это я благодарен, что вы приехали. Князь, ну, право дайте слово молвить. Молчу. Петруша женится. Женится наш Петруша. Как же так, а я? Что вы? Почему я? Об этом ничего не знаю. Ну, я же говорю вам, тайна, секрет. Вы Петру, ради Бога, вида не показываете. Еще не решено, когда. А что за тайна такая? С невестой что? Она что, о трех ногах? Князь, ну, вы правы. Невеста красавица. И любит Петра. Отчаянно любит. Готова веру переменить ради него. Да кто ж такая? Немка? Графиня фон Зак. Приемная дочь графа Палина? Не может быть, ведь Петр был. А теперь, вдруг, женится на его дочери. Вот такая история. Меня заботит, что дочка-то, ой-ой. А меня заботит, чтобы соблюсти приличие, чтобы свадьба вовремя состояла, чтобы Петруша… Матушка. Крестный. Да, Петр, вот тут поговаривают, что ты… Я так рада, что государь в добром здравии, что… Значит, вы уже знаете? Что? Ну, что император вас прял духом. Да, весь двор. Говорит, такая перемена, императора не узнать. Все в приятных ажиотациях. О новых законах. Вольность вернул дворянству. Что ж ты такой печальный-то, Петруша? Ведь меланхолия императора на тебя перекинулась. Как всегда, правый грязный. Как всегда. Брось, не печалься. Вот, матушка с Варенькой нас навестили. Скоро Вареньку замуж выдадим, а там, глядишь… Я не женюсь, маминка. Как? А зачем? Чтобы мне тоже наставили рога, как Ольга своему благоверному. Петруша, да что такое ты говоришь? Как, как так можно? Про Оленьку, про Романа Евгеньевича, да… Петр, мы же говорили уже. Забудь про Ольгу. Петруша. Матушка. Что такое? Крестник. Простите. Как? Ты куда? Вернись! Петруша! Верните его! Вернуть. Видно, вы совсем забыли вашего сына. Разве его сейчас вернешь? Вот такие нынче нравы. В наше время более постоянство было в моде. Верно, Дунечка? Пожалуйста, проходите ваше высочество. Ваш визит для меня такая честь, видит вас так близко. Надеюсь, я не помешал? Ну что вы, это нежданная радость для меня. Да, не скрою. Я иногда люблю порадовать приближенных своим появлением. Вы позволите? Да, конечно, присаживайтесь. Чем я могу вам слушать? Вы приказываете все, что хотите. Неужели я не могу просто так проведать приятную мне даму? А я признаюсь, мне очень лестно слышать эти слова именно от вас. И я даже не могла рассчитывать на такое расположение. Вы меня удивляете, Клая Михайловна. Разве мы с вами не друзья? Я всегда вас считал своим другом. А я всегда восхищалась вашими исключительными талантами, вашим обаянием. Неужели вы заметили это? А я всегда все вижу, моя дорогая. И тогда спешу навстречу. Да. Вы улыбаетесь? Лучше улыбаться, чем исходить желчью Адам. Да, конечно. Вам ведь все позволено. Вас пугает моя власть? Адам, а почему вы назвали Ольгу Николаевну моей игрушкой? А? Ваше Величество, вам это прекрасно известно. Только вы никогда не сознаетесь в собственном коварстве. Вы считаете меня коварным? Ваше Величество, как назвать человека, который говорит вам, что он ваш друг, что просит и ждет от вас правды, и когда получает правду, и она ему не нравится, она обжигает. Тогда он обвиняет друга в предательстве. В чем его вина? В том, что он забылся. Он посмел поверить в дружбу. Полно, Адам. Полно. Это красивые слова. Мы оба знаем, что между нами Лиз. Лиз. Да, Лиз. Вы отняли у меня, нет, ни жену. Вы отняли у меня первую любовь. Вы позволили мне думать, что любовь бывает не единственная, а первая, вторая, третья. Вы отняли у меня рай моего ангела. Я ошибся у вас, Адам. Я все вам могу объяснить. Это не то, что вы думаете. Я не думаю. Я вижу. А вы подумайте хотя бы минуту. Я все вам могу объяснить. Я не намерен слушать ваши объяснения. Перестаньте ходить кругами. У меня ужасно кружится голова. Предлагаю вам два решения в духе вашей игры с флаконами. Говорите быстрее. Ужасно утомляет это ваша склонность к театральным эффектам. Я буду краток. Да почему же вы мне не верите? Откуда я знаю? От Оли. Кто? Оля? От Оли? Да нет же. Это… Это я и пытаюсь вам объяснить. Оля мне ничего не говорит. Анна Антоновна, не надо. Не надо ее защищать, голубушка. Анна Антоновна. Почему вы не можете предположить, что она и от вас это скрыла? Потому что вы многого не знаете. Хотел бы и я не знать. Но, к сожалению, у меня слишком достоверные сведения. Хорошо. Хорошо. Я открою вам свой позор. Я нанял человека. Я знаю, что вы сейчас мне скажете, это недостойная дворянина. И будете правы. Но помните, вы как-то сами говорили, что все не то, чем кажется. Вот и я хотел проверить. Я хотел узнать, все ли у них кончено с Черкасовым. И вот я узнаю, что они встречаются в парке. И Ольга признается, что ждет от него ребенка. Черкасов прогоняет ее. Разумеется, Ольга приходит ко мне. Ее репутация, жизнь ребенка, вся она, все в моих руках. Он унижает ее, а она унижает меня. Чего я хочу? Я жду, когда она, наконец, скажет мне правду. И этот день настанет, и очень скоро. Она устанет лгать. И если она придет ко мне с раскаянием, я все приму. Я сделаю все, чтобы ее репутация не пострадала. Я приму ребенка. Я избавлю ее от Черкасова. Я даю вам слово. Петя, что тебе такого? Евдокия Дмитриевна и Борис Александрович сказали, что ты пришел такой мрачный. Ну, они здесь ни при чем. Петруша, ты так от нас отдалился. У тебя от меня секреты. Разве это хорошо? Ну, хорошо. Если хочешь, я могу тебе все, все, все рассказать. Черкасов, помолчи лучше. Ну, вот придет Толстой, ему расскажешь. Может быть, это просто не для ушей барышни. Мишель, я буду на вас сердиться. Какая я вам барышня? Варвара Петровна, вы не барышня, Варенька. Вы ученый. Вы, вы, вы философ. И надо разговаривать со мной, как с дурочкой, Мишель. Вы же не Бельский и не Неврев. Вы должны знать, что я… Я знаю, что я готов на все, лишь бы вы, Варвара Петровна, не сердились на меня. Между прочим, я читала, что у некоторых женщин мозг не меньше, чем у мужчин. Я сама об этом читала, в английской газете. Вы признаете-то, месье Лугин? Признаю все, что угодно. Называйте меня, называйте меня Мишель, Варвара Петровна. Разрешите поцеловать вашу ручку в знак того, что вы больше не сердитесь. Ну, господи, как же вы мне надоели. Ты, Варь, говоришь, что я отдалился от вас, а сама, кроме Мишели, больше никого видеть не хочешь. Ладно, если хочешь, могу тебе все рассказать. Дорогая кузина Варвара, твоя подруга Ольга – любовница императора. И ты в это веришь, Петь? Повторяешь чужие сплетни. Они не любовники, они друзья. И я. Что? Вы знали? Да. Мне сказала Ольга. Она показала мне письмо государя. Это было удивительное письмо. Слышать от вас подобное, Варвара Петровна. Я, правда, не ожидал. В этом письме не было ничего дурного. Александр не такой. А какой Александр, по-вашему? У нас, Астрея, восклицаю, или воскрес Сатурнов век, ответ у Клии я внимаю… Внимаю! У вас на троне человек! Да. Опять вы со своим крымзином? Александр благороден, он не может ничего сделать бесчестного. Я Оле сказала и вам скажу. Император Александр – человек будущего. Император Александр – тиран. А если нет, то сделается таким, Варвара Петровна. Через сто лет все будут такими, как он. Буду молиться, чтобы мне не пришлось дожить до исполнения ваших пророчеств, Варвара Петровна. Сто лет. А если император полюбит, то это будет чувство свободного, благородного человека. Такое чувство не может никого унизить. Господи, где же Толстой-то, а? Ты ему хотя бы выпить можно, что ли? Роман, ты передумал губить мой сад? Что? Ты собирался устроить здесь бильярдную. А это? Может, и бильярдную. Я еще решаю. Очень забавно сейчас вспомнил. Мой дед замуровал свою жену, потому что подозревал ее в неверности. А прадед по материнской линии натравил на свою дочь свору собак за то, что она спуталась с красавцем-кузнецом. А прадед по отцовской бросил в свою супругу масляную лампу, когда она повысила на него голос. А всю жизнь она проходила в глухом платке, потому что у нее сгорели все волосы и обгорели кончики ушей. Все это рассказы старинные глубокой. И в наше время они кажутся дикими, но если заглянуть в самую суть их, они окажутся не такими уж чуждыми веку нынешнему. Я все делал неправильно, Оля. Ты и так замуровал меня. Это всего лишь самое малое, что я мог бы для тебя сделать. И это еще не все. Впредь общаться с мужчинами ты будешь в моем присутствии. Это оскорбительно. Лучше бы ты сразу натравил на меня свору собак. Это даже хуже, чем домострой. Домострой? По моему мнению, весьма поучительная и полезная книга. Что еще не сейчас? Ваше следство. К нам гости, дорогая. Мне уйти в свою комнату? Нет, останься. К нам пожаловал император. Мы должны соблюдать светские приличия. Но почему же вы не открыли своих истинных чувств раньше? Не понимаю, а вы о чем? Насколько я поняла, вас сюда привел интерес. К одной персоне. Да? Так вы поняли, зачем я сюда прибыл? Я же женщина, я многое понимаю без слов. Но это все упрощает. Вы знаете, при отце я не мог открыть своих симпатий настолько откровенно, как могу это делать сейчас. Вы понимаете меня, Аглая Михайловна? Время течет. Сменяется мысль. Да-да-да. И, вероятно, императору Александру тоже что-то захочется поменять в своем окружении. Безусловно. Сегодняшний порядок вещей никуда не годится. Никуда. Да. Так мало достойных лиц, так мало достойных речей, мыслей. Да-да, вы знаете, душевная красота сейчас большая редкость. Угу. Я слышал, ваша дочь обладает этим талантом. Моя дочь? Да. Ну, говорят, что у нее те же манеры, что у ее матери. А при дворе так не хватает, так не хватает прелестных фрейлин. Ну что, вы преувеличиваете ваше усочество? Да нет, отнюдь. Моя жена именно по этой причине сбежала из Петербурга. Да. И вот, если бы вы согласились, то Варвара Петровна бы, она бы стала одной из прекрасных жемчужин. Варвара Петровна. Да. Да. Варвара Петровна. Вот в чем дело. Мы с вами, Роман Евгеньевич, должны еще закончить с уложениями о чинах. Я уже посмотрел, как и обещал. Угу. Осталось доработать несколько параграфов. Как только закончу, немедленно доложу вам, ваше величество. Уже три по полудню. Однако, как быстро летит время. Видите, Роман Евгеньевич, я оказался прав. Неформальная обстановка благоприятно сказывается на остроту и скорость мыслей. Ваше величество, вы всегда желанный гость в нашем доме. Благодарю вас. Еще нужно обсудить с вами теорию гражданского и уголовного закона. Но это мы обсудим уже, когда вы приедете ко мне во дворец. Мы и так достаточно докучали нашей терпеливой хозяйке. Мужчины, которые тасуют законы, как колоду карт, должны казаться женщине смешными. Наоборот, государь. Они вызывают у меня глубокое уважение. Ну, сейчас простимся. Я извещу вас со временем нашего священия позже. Мой поклон, Ольга Николаевна. Не провожайте. Благодарю вас. Признаюсь, я иногда не понимаю нашего государя. К чему его везет? Он хотел показать расположение ко мне? Зачем он приезжал? Ну, прекрасно, когда у государя хорошее настроение. А ты, Оля, могла бы быть полюбезней. Забилась в угол, как дикарка, даже не улыбнулась. Вы взглянили на себя в зеркало. Лицо бледное, глаза испуганные. Кулачки сжаты. Любая другая дама, принимая у себя дома императора, постаралась бы извлечь из его визита массу возможностей для себя. Да, дорогая, тебе еще далеко до светских левиц. Извини, я исправлюсь. Да, а тебе же немного требовалось. Молодой, красивой женщине достаточно улыбаться и говорить милые глупости. Не знал, что с глупостями у тебя выйдет заминка. Жду вас сегодня. Не могу без вас. Ни о чем не тревожьтесь, нам никто не помешает. Я обо всем позаботился. Боже мой. И так я предлагал два решения нашей общей проблемы. Первое, вы нужны мне, Ксения. И второе, мне нужен ваш любовник. Дарни, я умоляю вас, я поеду с вами в Америку, в Ватикан. Ну, куда вы захотите, я буду вашей, я буду вам принадлежать. Ну, пожалуйста, ну не убивайте, Петра. А кто вам сказал, что я убью вашего Черкасова? Зачем убивать курицу, которая может нести золотые яйца? В его голове настоящий ад. Те, кого он любит, предают его, а он предает тех, кто любит его. Он слушает только свои чувства. А в наш рациональный век это такая редкость. Но это так полезно для нашего дела. И вы хотите, чтобы я собственными руками уничтожил достойный материал? Ксения, я найду вашему Петру лучшее применение. Черкасов! Как удачно, что сегодня ты в дежурстве. Рад быть полезным вашим юристом. Мне интересно, а что же ты думаешь на самом деле сейчас? Я интересуюсь, потому что мне любопытно, что думают люди, которые меня окружают. Вот чего ты хочешь от жизни? Быть полезным вашему величеству. Ты сказал это, чтобы сделать мне приятно. Никак не это, ваше величество. Ты действительно считаешь долгом всей своей жизни служить мне? Так точно, ваше величество? Я должен рассуждать так же, как ты. Я, император Российской империи, считаю долгом своей жизни служить отчизне России. Я искренне этого желаю. К сожалению, у меня пока не все получается. А смелись сказать, ваше величество, моя мать говорит по плечу и ноше, вы надежда России, вы император, которому я присягал. Благодарю тебя. И я за вас жизнь отдам. Поручик, я прошу вас сегодня никого ко мне не пропускать. Ни под каким видом, ни под каким предлогом. Сегодня я жду женщину, в которую я влюблен. Вы меня понимаете? Так точно, ваше величество. Так что скажете? Вы понимаете, это дает совсем другие возможности. Вы не можете этого не понять. Напротив, я отлично понимаю. Ну что, вы поговорите с ней? С Варварой Петровной? Нет, это не то, что вы думаете. Это нечто большее. Вы ощутите такую перемену в вашей жизни. В свете, блеск, почести. И я сделаю для вас все. Думаю, мне будет трудно уговорить Варвару Петровну. Она дикарка. Сельская барышня. Но для вас я сделаю невозможное. Только поймите меня правильно, но мне хотелось бы знать, каким вы видите будущее Варвары Петровны? Варвара Петровна будет фрейлиной при моей невесте. Да, но не лучше ей быть фрейлиной при вашей матушке? Говорят, двор вдовствующей императрицы будет гораздо роскошней. Нет, нет, матушка так придирчива, она так нравственна. Вы знаете, я чувствую себя маленьким мальчиком, когда общаюсь с ней. Ой, да, вы знаете, совсем забыла. Я почему-то до сих пор не получила приглашение на бал, по поводу провозглашения нового императора Александра. Какая оплошность. Сегодня мы это исправим. Ну что ж, я сделаю все, что от меня зависит. Я, я перед вами в вечном долгу, Аглая Михайловна. Адам, уходите. Вы теперь будете вздрагивать от каждого шороха? Вы боитесь, что сейчас он войдет сюда и снова застанет нас вместе? У вас такое выражение лица, Лиз? Как будто вы уже придумываете оправдание. Я вижу, и вы защищаетесь от Александра презрением. Так почему же вы высмеиваете мою защиту, добродетель? На что вы надеетесь, Лиз? Что он простит вас? Не думаю. Вы боитесь, что он войдет. Вы хотите, чтобы он вошел. Вы страстно этого желаете. Но он не войдет, Лиз. Ни сегодня, ни завтра. Никогда. Вы этого еще не поняли? Он попрощался с вами. Он говорит о вас как о воспоминании. Прекрасном, волшебном, светлом. Воспоминании. Это неправда. Теперь у него другой ангел во плоти. Нет. Ему он поверяет свои чувства, свои мысли. Это неправда. Лиз. Александр к вам больше никогда не придет. Вы дали ему повод, он им воспользовался. Ваш муж вам изменил. Ваш муж вам изменил. Их удачу. Нечисло. На, улажен. Та. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ваше высочество, я думала, вы уже покинули наш дом. Как печально это слышать. Вы мечтаете о моем уходе, Варвара Петровна? Я вовсе не то хотела сказать. Вы так мило смущаетесь. Но я-то знаю, что ваша смущена. Я вовсе не смущена. Ну, конечно. Конечно, такая девушка, как вы, не станет смущаться комплиментов. Простите, Ваше высочество, но никаких комплиментов я не услышала. Правильно. Я оплошал. Я пленен вашей красотой. Я обожаю ваши смелые речи. А вы не ищете обходных путей. Вы не ищете приятных слов, вы бьете прямо в сердце. Да, Варвара Петровна? Да. Да. Из вас бы вышел неплохой солдат. Будь вы мужчиной. Да. Вы решительны, смелы. Быть может, вы не подозреваете о том, что созданы для любви. Любовь? Любовь. Если бы у меня была власть, какой обладает вашего гостейший брат Александр Павлович, я бы издала указ, запрещающий людям говорить и думать о любви. И, поверьте, я бы это сделала исключительно для их блага. Ну, если нельзя говорить о любви, то о чем бы мы тогда с вами разговаривали? Не трогайте, пожалуйста. Вы читали? Не трогайте, пожалуйста. Что это? Страница открылась случайно. Случайно. Ну, хотел бы похвалить, но чем начать, не знаю. Как Роза хороша, как ангел ты нежна. Приятно, как любовь, любезно, как душа. Ты лучше всех похвал, тебя я обожаю. Варвара Петровна. Стихи словно о вас. Если бы я мог писать, не выдумал бы лучше. Кто автор? Державин. Гавриил Романович, тот самый. Державин. Вы правы. Так, значит, есть в России поэты. Варвара Петровна, эти стихи мне очень нравятся. А вы говорили, что презираете любовь. Это же стихи, это совсем другое. Стихи прекрасные, совсем не важно, о чем они. Поэту все кажется прекрасным, порой даже ужасные вещи. Даже такие ужасные, как Любовь. Ваше высочество. Варвара Петровна. Вы как нельзя кстати, поручик. Позвольте вам представить, Ваше высочество, Михаил Алексеевич Лугин. Мой жених. А стихи, которые вы читали, называются «Невесте». «Невесте». «Невесте»? Жених? Да, «Жених». Оригинально. Это... Как там... Как роза ты нежна. Как роза ты нежна, как ангел хороша. Так вот, кому вы достались. Моему адъютанту. У Александра связь с мадам Монго Столыпиной. Бедный Саша. Вы знаете, о чем они говорят? Они говорят о простых вещах. Сашу завораживают простые вещи. Бедность. Природа. Детство. В детстве же все так просто. Лиз, вы верно не поняли? Нет, нет, нет. Я все прекрасно расслышала. Вы сказали, мой муж мне изменяет. Это его право. Лиз, как можно так унижаться? Право? Разве можно иметь такое право? Ему можно. После того, что я сделала, я не имею никаких прав. Мы очень перед ним виноваты, Адам. Замолчите. Вы злитесь на него? А за что? За то, что теперь он имеет надо мной власть. И вы. Чем сильнее вы будете чувствовать себя виноватой перед ним, тем большую власть он получит над вами. Он дал нам свободу, Адам. Свободу? Я сейчас более не свободен, чем был при императоре Павле. Да, Александр не сгноил меня в тюрьме. Он не сослал меня в Сибирь. Он возвысил меня. Мне все завидуют. Ну, вот видите, Саша добр. Я задыхаюсь. А представляете, что чувствовал он? Он дал нам свободу, а мы не смогли ею правильно распорядиться. Мы даже не смогли пощадить его чувств. Мы причинили ему боль. Вы боитесь, что нам кто-то помешает? Не бойтесь. Кавалергарту дверей – это наша надежная защита. Он обо всем предупрежден. Наконец-то мы наедине. Я так ждал этого момента. Я тоже, Ваше Величество. Я так счастлив, что я встретил тебя, Ольга. Разве вы были несчастны? Вас же все любят, все вам поклоняются, все вам принадлежит. Но без любви это все не имеет смысла. Вы несчастливы. Моя жена не любит меня. Я очень давно живу без любви. Но как это можно видеть вас любить кого-то другого? Это все очень старые истории. Я забыл о ней. Наконец-то мы с ним по-классски. Я жена сломана с Ура. Я-Моя. Моя. Я-Моя. 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 Моя жизнь принадлежит тебе, Ольга. Охраняйте покой вашего императора. Ты не войдёшь в эту дверь. Ты не войдёшь в эту дверь. Тихо, тихо, Черкасов, я без оружия. Я без оружия, видите? Из чего вы взяли, что я хочу войти в эту дверь? Не хочешь знать, что происходит за этой дверью? Нет. Ты не хочешь знать. Нет. Не хочешь думать, что красивый, знатный мужчина в этот самый момент соблазняет твою женщину. Это император целует твою Ольгу. А может быть, она целует его. И ты не хочешь войти? Я не могу. Правильно. Потому что ты раб. Ты раб, Черкасов. Потому что вы все русские рабы. Вам нравится быть рабами. Ты раб своего императора, Черкасов. Ты не ничтожество. Ты не человек, а? Я не раб. Я не раб. Я найду выход. Ты не можешь войти в эту дверь. Ты не хочешь убить соперника. Убить императора. Потому что ты раб. Ты не сможешь вернуть свободу. Не сможешь вернуть свою Ольгу. Ваше настроение изменчиво, как петербургская погода. Еще совсем недавно мне светило солнце, и вот вдруг ледяной ливень. Я буду любящим супругом и благодарным зятем провалиться мне на этом месте. Ах, как люблю своего адъютанта. Как я мечтала об этом, но я не хочу теперь. Стань хозяином своей жизни. Позовите врача. Черкасов, врача! Вы ждете ребенка. Я знаю, что нас спасет. Что поможет нам забыть. Не мешайте мне ни в чем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok